Ник Каем Прочность железа Какое имеет значение, почему он пал? Когда смерть, это все, что имеет значение. Ответ провидца Лацариала, изучающему путь. Выкованный из железа Не предполагалось, что она будет такой. По его мнению, война не должна заканчиваться так. Он представлял ее иначе. Славный, доказывающий, мстительный. Мне не полагалось потерпеть здесь неудачу. Он не собирался быть последним. Он ненавидел быть последним. Это раздражало, как зуд вокруг шеи. Как бы он не смазывал маслом кожу под горжетом или менял способы фиксации замков, зуд не проходил. Как клинок на моем горле. Зуд начался с его первого шага по пустыне. Отдаленное напоминание о чем-то еще не законченном. Обещание, которое его воображаемый палач должен сдержать. Песок был повсюду. Бесконечный океан колышущихся песчинок, отбеленных беспощадным солнцем, протянулся до самого размытого горизонта. В его снах песок был черным. Такие обреченные мысли сорвали недостойные слова с поджатых губ. «Я, ровня своим братьям», — пробормотал он в темноту, которая не соизволила ответить. «И лучше некоторых», — добавил он. Равнодушные тени по-прежнему не обращали внимания. С тех пор, как он рассеял тьму огненным следом, все неизменно сводилось к этой единственной истине. «Я должен быть первым». Внутреннее убранство сухопутного корабля и стратегиума было черного цвета, как и его настроение. Монотонный повтор тысячи молотов звенел в бронированных бортах, тогда как траки, движущие его левиафан, гремели по пустыне безжалостной синкопой. Сквозь постоянный грохот раздавался приглушенный гул тяжелой артиллерии. Это напоминало ему кузню и ее закопченные недра. Анвилариум на борту железного кулака. Как он страстно желал в этот момент уединения своего личного реклюзиума. С внутренней стройностью пришла сила и ушла слабость. Слабость заслуживала ненависти. Ей не было места в новом империуме. Когда Галалит замерцал, показывая возникающий образ в зернистом сером разрешении, он догадался, что ненавидел более всего слабость внутри. Он сетовал не на недуг, социальное или психологическое отклонение, а скорее на саму плоть и все присущие ей ограничения. Я буду подобен железу. Фокусировка обратила зернистый Галалит в две фигуры. Феррус Манус сердито взглянул на обоих из тускло освещенных теней. Для него и его сил компания на 1-5-4-4 протекала неудачно. Когда он обратился к своим гостям, его голос был тверд, как гранит. Братья Спуск в пустынную впадину не был легок. Из-за постоянно двигающихся дюн и пагубного воздействия песка на двигатели, большая часть танковых дивизий армии и клан механикума потеряли боеспособность. Гусеничные машины увязли возле вершины склона, наполовину погрузившись в песок. Один средний танк встал на нанос и перевернулся, из-за чего вся колонна со скрежетом остановилась. Даже у двоногих шагоходов дела шли не лучше, и разбитые остовы нескольких часовых оказались на дне пустынной впадины раньше любого пехотинца. Следовавшие за ними не обратили внимания на их сгоревшие обломки, поэтому принять бремя битвы выпало более стойким и искусным воинам. «Принесем им железо и смерть!» — закричал Габриэль Сантар с механическим эхом в голосе, давая команду наступать. Армия железных рук ответила, двигаясь в унисон. Из их оружия вырвалось сияние потрескивающих залпов. Навстречу им катилась орда громадных, насекомоподобных существ, покрытых хитином, а за ними десятки воинов в плащах, которые первыми выскочили из засады. Эльдары. Полыхнули дульные вспышки, заговорил низкий рок от артиллерии, и горячий воздух в пустынной впадине разорвал ураган снарядов. Первая волна толстокожих и массивных хитиновых тварей была медленной, но живучей. Снаряды обрушились на их массивные тела, но оставляли на них лишь только зазублены. Они без промедлений прошли сквозь султаны от взрывов ракеты-гранат. Как и их меньшие собратья, они выпрыгивали из пустыни в клубах поднятого песка и с унылыми гнусавыми звуками. Горбатых и крепких размером с имперский танк зверей направляли эльдары, пользовавшиеся, по предположению Сантара, некой формой ментального принуждения. Столь чуждая технология вызывала отвращение, но первый капитан знал, что они не настоящий авангард. Авточувство шлема зарегистрировали едва заметные колебания в виде незначительных сейсмических аномалий в тектонической структуре впадины, которые неуклонно росли в силе. Под ними прокладывали туннели, роющие существа, быстро приближаясь к линии железных рук. Атаку предвещала серия подземных взрывов. Пока легионос Астартес наступали стройными рядами черного и стального керамита, из клубов песка появились твари, быстрые, змейподобные и абсолютно непохожие на стройные ряды железных рук. Определить истинную природу этих мерзостей было сложно. Пустыня окутала зверей и их хозяев частичной пеленой, но сверкнувший из зазубренных копий замаскированных наездников потрескивающий залп был заметен. Это своего рода кавалерия, понял Сантар, только самого худшего вида. Сантар нахмурился, его лицо окаменело. Он увидит, как их сотрут с лица пустыни. Вокруг него полыхнули залпы стрелкового оружия и легкой артиллерии. Первый капитан поднял молниеносный коготь вверх и повел роту марлоков на надвигающихся тварей. Солнечный свет отразился от клинков и заблестел на темном металле доспеха. На дистанции элитные воины были грозными, в ближнем бою неодолимыми. Чужие, казалось, не поняли этого, но скоро их научат. «Будьте как железо!» — заревел он, когда эльдары обрушились на них. Зверь, чье длинное сегментированное туловище было покрыто крепким коричневым панцирем, бросился на первого капитана, пытаясь откусить ему руку. Сантар уклонился от выпада и рассек ему морду, пролив тягучую зеленую жидкость, нащелкающие жвала и фасеточные глазные впадины. Второй удар с гулом бионической автоматики отсек бритвенные клешни, вызвав пронзительный вопль из сморщенной пасти твари. Ее наездник, эльдар в песочного цвета плаще и серовато-коричневом доспехе, который был отражением естественного панциря твари, воспользовался электрокопьем. Но Сантар рассек несчастного, прежде чем тот смог сделать выпад. Сервоприводы в его механизированных имплантах завыли, придавая дополнительную силу и без того исключительной физиологии. Сантар разрубил голову второго хитинового червя, пока первый все еще падал. Сквозь фонтан крови из разреза на шее он увидел капитана Ваакала Десаана, который возглавлял другую роту. Затем Габриэль выпотрошил третьего монстра. Зверь и наездник рухнули, за ними приближались другие. Они неслись перед более крупными, похожими на жуков монстров, оставляя на поверхности пустыни клубы пыли. На его ретинальном дисплее было отмечено по крайней мере четыре дюжины вражеских контактов. Слабо горящие сигнатуры, заглушенные песком, подсказывали, что еще восемьдесят были под землей. За ними следовал отряд пехотинцев в серовато-коричневых плащах с антигравитационным оружием, и воздух наполнился визгом их орудий. В ответ закованные в железо марлоки дали мощный залп. Грохочущее сочетание из болтерного огня издало свирепый звон. Занимая центр боевого порядка, они не собирались уступать. Их терминаторские доспехи «Катафракт», созданные из усиленных пластин с похожими на бочки наплечниками, украшенными птиругами, которые покрывали более тонкие и искусно сделанные наручи, были почти непробиваемы для оружия чужих. Предназначенные для фронтального штурма, тактики, в которой железные руки преуспели, доспехи делали их гигантами. Громадные и непреклонные, они безнаказанно шагали сквозь град выстрелов, из тяжелых энергетических арбалетов, термоядерных бластеров и сюрикенных орудий. Для победы над хитиновыми червями потребовалось небольшое усилие. Твари были истреблены без какого-либо ущерба. «Они явно не сражались с терминаторами прежде», — сказал десант, породя связи. «Просто убивай их, брат! Так эффективно, как умеешь!» Замечание Сантара было быстрым, но ясным. Доспехи «Катафракт» были редкими для легионов, но железные руки гордились их большим количеством, особенно среди клановых род Авернии, Марлоков. Броня была громоздкой, сродни ношению среднего танка без траков, но сохранившая его устойчивость и убойную силу. Сантаар упивался механической силой, которую давал ему доспех. Они все упивались. Удары железных рук обрушились как метрономы, точно, методично и без лишних движений. Это была функциональная боевая доктрина, безжалостная и неумолимая. Эльдары дрогнули перед ней. Сообща с капитаном Десааном, Сантаар усилил натиск. Тяжело бронированные Марлоки прошлись катком по дюнам. Никому не удалось избежать их ярости, карающей и абсолютной. На ретинальном дисплее первого капитана запрыгали возобновляющиеся колебания, отмечая новых проходчиков. Сначала он ожидал вторую волну хитиновых червей, но понял свою ошибку, когда колебания стали более громкими и резонирующими. «Приготовиться к отражению атаки!» — рявкнул он по радиосвязи. Обе роты Марлоков построились в линию с безупречной согласованностью, наведя оружие на мертвое пространство перед собой. Болтерный ураган стих, позволив потрепанным Эльдарам спешно отступить за барьер из громадных существ. Прищуренные глаза Сантара позади безжалостных линз боевого шлема обещали покарать этих трусов позже. Артиллерия армии заняла позицию на гребне возвышенности. Канониры прицелились и обрушили огонь на взбесившихся хитиновых монстров, подмявших под себя Эльдаров. Он знал, что следующая волна приближается. «Никакой пощады!» — сказал он своим воинам. «Трещины усеяли дно песчаной долины, поглотив туши мертвых хитиновых червей и их убитых наездников. Когда появилась гораздо крупнее по размерам разновидность подземных тварей, массивные клешни и жала на конце змеиного тела придавали им вид скорпионов, о которых Сантар слышал от легионеров 18-го перед развертыванием на 1-5-4-4. Видимо, подобная тварь обитала на их вулканической родине. Это мало значило для первого капитана, ему просто нужно было знать, как убить их. Потрескивающая линия болтерного огня хлестнула по груди существа, но снаряды не смогли ее пробить и взорвались со слабым эффектом на прочном экзоскелете. Один взгляд на ядовитое жало и зазубренные когти на ребристом теле сказал Сантару, что эти твари смогут пробить силовой доспех. Теоретически было возможно, что они также могут ранить терминаторов. Он решил проверить версию, но не прежде, чем немного проредит ряды нападающих. Сантар вызвал Эразма Руумана по радиосвязи. Железнотелый ответил немедленно. «К твоим услугам, первый капитан!» Сантар мысленно пометил кроваво-красным крестом приближающихся скорпионоподобных существ. «И нашим железным кулаком, тяжелым дивизионом, обстрелять этот район!» Проскрежетал он машиноподобные модуляции, мысленно передав координаты, рапиры и ракетные установки. Взгляд и сжатый кулак Сантара, обращенный к Десаану, остановили капитана Марлоков и обе роты терминаторов. Несколько секунд спустя артиллерийский ураган осветил пустынную впадину ослепительно-белым светом, таким ярким, что он почти перегрузил ретинальные глушители боевого шлема Сантара. «Мы обрушим такую ярость!» Он быстро сморгнул остатки слепоты и шагнул в затянутую дымом зону обстрела. Под ногами хрустел расплавленный песок, а края ботинок облизал огонь, когда он раздавил пылающий эльдарский череп. «Вперед, клан Аверни!» Он дал сигнал Десаану и терминаторам. После залпа Руумана от сотен чужаков осталось несколько десятков. Скорпионообразные почти все были уничтожены. Осталось несколько упорных защитников вместе с тварями, зарывшимися достаточно глубоко, чтобы пережить обстрел. Они сражались среди тлеющих тел своих павших, но эти напоминания об их смертности, казалось, только придавали смелости тварям, вместо того, чтобы вселить страх. Сантар сокрушит врагов, несмотря на их стойкость. Тысяча легионеров последовала за ним. К Марлокам присоединились резервы железных рук в количестве более чем достаточном, чтобы истребить непокорный отряд ксеносов. Сантар быстро провел оценку тактической диспозиции своих сил. Марлоки удерживали центр, в то время как правый фланг занимал Шадрак Медузон и его рота. Левый был сжат в твердом кулаке Руумана и еще одной роты тяжелой поддержки. Несмотря на присутствие медленных терминаторов, наименее подвижными были части железнотелова. Логика советовала косой боевой порядок, как наиболее эффективный и подходящий. Сантар передал распоряжение. «Железнотелый, образуй ось!» «Десятый капитан, ты — наш сокрушающий кулак!» Значок подтверждения от Медузона один раз вспыхнул на ретинальном дисплее Сантара. Затем Габриэль переключился на канал связи с капитаном девятой. «Десаан, поддерживай темп своих терминаторов!» «Переходи на атакующую скорость!» «Булавы и клинки!» «Десаан» тут же кивнул своим мигнувшим значком. «Терминаторы» прикрепили магнитными зажимами болтеры и обнажили оружие ближнего боя, размахивая потрескивающими булавами и пылающими клинками. Несмотря на медлительность, жукообразные хитиновые твари обладали достаточной массой, чтобы смять танковую броню. Сантар желал покончить с ними. Они — все, что осталось от сопротивления Эльдаров. Медузон ударил первым, сокрушающим кулаком, сразу как затих последний залп Раумана, пытаясь охватить изолированную роту твари, обрушились на железных рук, которые сковали их. Менее чем через минуту после того, как звери были полностью втянуты в битву, Сантар, Десаан и две полные роты морлоков обрушились на их открытый фланг. Эвисцераторы и сейсмические молоты резали и крушили громадных тварей, которые постепенно гибли под безжалостной атакой легионеров. Медленно, один за другим, они падали и затихали. Пустыня оглашалась звуками их смерти. Барханы оседали от сотрясений, вызванных падением зверей. Сантар стоял на краю скользкой открою воронки и, вытянув клинки из расколотого черепа Эльдара, смотрел на бойню, устроенную им и его братьями. «Слава императору!» — заревел он. Тысячи голосов подхватили его слова. «Слава императору!» — произнес Рауман Парацей. «И во имя Гаргона!» «Я сомневаюсь, что эта победа удовлетворит его брат», — грустно ответил Сантар, после чего он отключил связь. Эльдары были разбиты, сокрушены отвердую решимость железных рук. Сантар вытирал кровь чужих с молниеносных когтей, когда к нему подошел Десаан. В своих терминаторских доспехах Катафракт они были намного выше братьев-легионеров и лучше видели поле битвы. Мертвые чужаки и их порабощенные хитиновые твари лежали отдельными кучками, разлагаясь на солнце. Истребительные команды железных рук перемещались по полю битвы и добивали выживших. Сантар приказал пленных не брать. Эльдары не поддавались силовому воздействию, даже наиболее яростному, и обладали талантом к дезориентации противника и сеянию замешательства. Сила духа, целеустремленность и беспощадность на этих боевых принципах настаивал первый капитан. Один из жалких чужаков попытался заговорить. Его речь была мелодична и неприятна для чувств Сантара, даже несмотря на надетый боевой шлем. Он покончил с Эльдаром своим молниеносным когтем. «Мы должны преследовать и изводить их, брат капитан», сказал Десаан. Визор, который он носил вместо глаз, холодно сверкнул, словно подчеркивая его слова. Капитан ослеп по милости распылителя кислоты Эльдара, разновидности ксеносов, более жестокой и ядовитой, чем песчаные кочевники, с которыми они сейчас сражались. Благодаря вмешательству механикума девятой, капитан теперь видел больше, чем когда-либо прежде. Сантар перевел взгляд от мертвого чужого к вершине далекой дюны, куда отступили уцелевшие Эльдары. Густое марево колыхалось и размывало обзор, но чужие были рассеяны. Такой беспорядок долго не протянется. Сантар предпочел бы догнать их и уничтожить, но они уже были далеко, как и хотелось отцу. «Нет, мы перегруппируем наши силы и прикажем им снова приготовиться к маршу как можно скорее», сказал он, потом добавил. «Это даст некоторым более медленным частям возможность догнать нас. Имеешь в виду более слабым?» Сантар через визор встретил невозмутимый взгляд Десаана. «Я имею в виду то, что говорю, брат капитан». Десаан кивнул, но поднятая рука Сантара не позволила ему уйти. Первый капитан отвернулся, оценивая перебитых в пустынной впадине хитиновых тварей. Большинство были изрублены, пропитывая песок зеленой кровью и источая тошнотворный запах. Другие, наполовину зарывшиеся в землю, были убиты прежде, чем смогли сбежать. Выжившие глубоко зарылись, подальше от шума и огня, забрав наездников с собой. Если подобным существам позволить беспрепятственно перемещаться, по отдельности или в группах, они могут стать ненужной проблемой. Сантар вызвал по радиосвязи Железнотелого. «Руман, в срочном порядке зачищаем этот район. Я хочу, чтобы он был полностью обезврежен, на поверхности и под ней. В живых никого не осталось». Это был не вопрос, но Сантар все равно ответил. «Никого, брат». Первый капитан уже видел, как позади передовой линии Железнотелый выводит на позиции дивизионы минометов кротов и беспилотных зажигательных дронов «Термит». «Достань их», — добавил он. «Никого в живых». Руман повторил скрипучим голосом подтверждение. Сантар сделал знак капитану Десаану следовать за ним, оставив подготовку к перегруппировке и наступлению к капитану Медузону. «Ты со мной, Марлок». Они молча шли по песчаному склону, не обращая внимания на глухой войс сервомеханизмов своих терминаторских доспехов, которые старались совладать с уклоном. Капитаны вместе прошли ряды вышедших из строя танков армии и небольших ординатусов механикума. Большинство машин были потрепаны непогодой и нуждались в серьезном ремонте и техническом обслуживании. Оба воина даже не взглянули на измученных солдат. Добравшись до вершины, они встретились с Руманом, который готовил дивизионы тяжелой поддержки к сокрушительному залпу. Его рот был полностью сжат, частично из-за свойственной ему суровости, но также из-за того, что нижнюю половину лица заменяла Угметика. Большая часть его тела была кибернетической, и Руман гордо демонстрировал его вместе с боевым доспехом. Далеко позади тяжелых дивизионов в Марьеве появились запоздалые дивизии армии, изнуренные маршем. Десаан не носил шлема, и его голова выступала над высоким ободом горжета, между бачкообразными изгибами наплечников, как стальной шар. Но пренебрежение было так заметно в его тоне, что не было необходимости смотреть ему в лицо. «Наконец, прибывает армия», — сказал ему Сантар. «Нам лучше без них», — Руман согласился, обратившись к первому капитану. «Я серьезно обеспокоен эффективностью механизированных и пехотных частей людей. Наше продвижение неизменно замедляется. Они уязвимы в здешних условиях, брат. Песок и жара разрушительны для ходовой части и двигателей. Это препятствует нашему наступлению, но пока я не вижу решения». Ответ первого капитана должен был смягчить обстановку, даже частично побуждал к этому, но только вызвал еще большее беспокойство у Железнотелова. «Я изучу ситуацию», — наконец сказал Сантар, удаляясь. Руман кивнул, а тем временем расчеты минометов кротов и батареи ракетных установок провели последнее приготовление к стрельбе. Пренебрежение Железнотелова к смертной плоти вытекало из того, что сейчас он был больше машиной, чем человеком. Несколько ближних боев с девратами в лесах на Кванге привели к необходимости обширного применения кибернетики. Но он ни разу не пожаловался и воспринимал свою бионику стоически. Десаан молчал, пока они не прошли боевые порядки и не вышли в открытую пустыню. «Что делать, Габриэль? Некоторые театры военных действий не для простых людей». Сантар снял шлем с шипением выходящего давления. Лицо было покрыто потом. Он поднял брови. Позади них постепенно нарастающий гул многочисленных взрывов ракет прерывал слова первого капитана. «Значит, мы не люди, Ваакал». Десаан был стойким приверженцем Железной Веры, которая опиралась на идею, плоть слаба. Его явное высокомерие и отсутствие человеческого сочувствия часто переходило в презрение, а иногда и того хуже. Другой капитан нахмурился, когда рокот глубоких подземных взрывов встряхнул песок под их ногами и обстрел Железнотелова сделал свою работу. «Я знаю, ты понимаешь меня, брат», — продолжил Сантар. «Мы достаточно хорошо знаем друг друга, не так ли?» «Твой прежний тон говорил об этом». В этих словах первого капитана был упрек, который десант сразу же распознал. «Если я был непочтителен...» «Я согласен с тобой, капитан, плоть слаба». «Вера подтвердилась в этой пустыне, в истощении дивизий нашей армии и их слабеющей решимости. Но разве наша задача не состоит в том, чтобы взять на себя это бремя и поддерживать силу при помощи демонстрации силы?» Десаан открыл рот, чтобы ответить, но передумал, когда понял, что первый капитан не закончил. «Я все еще человек, частично из плоти. Мое сердце качает кровь, легкие вдыхают воздух. Они не механизмы. В отличие от этого», — сказал Сантар. Помахав левой рукой в ответ, Бионика внутри зажужжала. «И этого», — сказал он, постучав лезвием когтя по бронированному бедру. «Делает ли моя плоть меня слабым, брат?» Десаан старался быть почтительным. Сантар в самом деле не обладал исключительной раздражительностью примарха, но он был резким и жестким, как и Бионика в его конечностях. «Ты намного больше, чем простой человек, мой капитан», — осмелился сказать Десаан. После паузы он решил продолжить. «Мы все. Мы сыновья императора, истинные наследники галактики». Сантар пристально посмотрел на девятого капитана, продемонстрировав частицу своей знаменитой твердости. Храбрые слова, но неверные. Сантар снова отвернулся, и напряжение ослабло. «Мы — воины, и когда война закончится, нам придется найти новые профессии или стать притерианскими статуями, украшающими дворец Нотерри. Возможно, мы сформируем церемониальную почетную стражу для наших усопших полководцев». Слова первого капитана окрасила не просто легкая злость. Он часто думал об этом. «Воин без войны — это как машина без функции», — добавил он задумчиво. «Ты знаешь, что это значит, Ваакал? Ты знаешь, с чем мы столкнулись?» Десаан медленно кивнул, по крайней мере, насколько позволял высокий горжет. «Выходим из употребления. Именно!» Смысл сказанного повис в воздухе, пока Десаан не попытался снять неловкое напряжение. Покорить целую галактику, перековать бесчетные миллиарды слабых людей. Надеюсь, это случится задолго до окончания крестового похода. На них пала тень, перекликаясь с внезапно упавшим настроением, или скорее они зашли в громадную тень. Сантар вытянул шею, чтобы рассмотреть циклопический сухопутный корабль Ока Медузы, подавивший железных рук своим гнетущим величием. Возможно, — парабарматалон, входя в крепкий широкий корпус Левиафана. На одном борту был изображен бронированный кулак. Под ним с нижнего уровня корабля опускалась входная рампа, закрыв его гигантские гусеницы. Внутри был отец, вместе с двумя своими братьями. Когда они разговаривали в последний раз, его настроение было далеким от оптимистичного. Неудача с определением точного местонахождения узла сильно разозлила отца, доведя его до состояния бешенства. Быстрый успех был необходим. Как и в большинстве случаев, у лорда Мануса не было времени и склонности к терпению. Сантар составлял отчет, поднимаясь по входной рампе вместе с Десааном. «Я не уверен, что отец разделит твою надежду, брат. Если мы быстро не найдем узел, его ярость легко вспыхнет, я в этом уверен». В голосе Сантара не было ни дрожи, ни тревоги за осуждение. Это была просто констатация фактов. Просто Десаант тщательно подбирал слова, когда они остановились у края входного люка сухопутного корабля. «Любопытно, что никто из адептов механикума не обнаружил узел. Неужели это такая трудная задача?» «Песок и жара», — сказал Сантар. «Снимки, которые мы получили от сенсоров космических кораблей, не соответствуют фактическому рельефу. Условия окружающей среды иные, и мы должны к ним приспособиться». Десаант посмотрел в глаза первому капитану. «Ты настолько уверен, что нашим усилием мешает только неблагоприятная погода?» «Нет, не уверен. Но я хотел бы посмотреть, как ты предлагаешь отцу нечто более загадочное. Полагаю, он не очень-то и согласится». «Это еще мягко сказано, брат», — ответил Десаант, когда они вошли в сухопутный корабль. Внутри ока Медузы царила темнота. Несколько вибрирующих вертикальных лифтов и горизонтальных транспортеров доставили двух марлоков в галерею, ведущую в стратегиум примарха. Способ их перевозки не сильно отличался от метода доставки породы огромными горнодобывающими машинами, гигантским пневмомолотом и печам медузианских добывающих поездов. Сантару было забавно провести сравнение с огромными передвижными добывающими станциями, но он быстро выбросил это из головы как нечто, что сыны вулкана могли посчитать занимательным. Не имея практической пользы, оно представляло для него только мимолетный интерес. Выпускаемый в пневмосистеме воздух предвещал открытие противовзрывных дверей стратегиума. Полуметровой толщины и усиленной адамантиевой арматурой он мог быть также использован в качестве бункера в случае нападения на сухопутный корабль. Насколько его единственный обитатель нуждался в подобном убежище? Помещение было пустым и холодным, как ледяная пещера. Лакированные черные стены поглощали свет, а толстые конные стекла в похожих на обсидиановые панелях были покрыты инеем. Это была медуза во всем, кроме географического расположения. Войдя одновременно, Сантаар и Десаан уловили конец оперативного совещания лорда Мануса с примархами, вулканом и мартарионом. «Не можем себе позволить отвлекаться. Будь внимателен, брат, но пусть люди сами себя защищают. Это все». Феррус Манус прерывал связь резким взмахом руки. Зернистый свет гололита все еще затухал, когда он повернулся к своему первому капитану. Слабый блеск играл на громадных наплечниках, подобно инистому покрову, который таял от едва сдерживаемого гнева. Примарх выдохнул, и его недовольство уменьшилось, как грозовая туча, прошедшая по лицу. Оно походило на изрезанную скалу, покрытую шрамами и обрамленную и сине-черным кругом короткостриженных волос. Примарх фактически был отцом Сантаара, но его поведение было совсем не отеческим. «Я люблю своего брата», — ни с того ни с сего пророкотал Феррус. «Но он сводит меня с ума своим желанием воспитывать и нянчиться. Это склонность слабых, и она может породить в ответ только слабость». Он поднял брови, отчего на его лбу отразились морщины. В отличие от десятого, не так ли, первый капитан? Феррус Манус был огромным и внушительным человеком. Облаченный в угольно-черный доспех, он выглядел высеченным из гранита. Его твердая кожа была очищена и намаслена, а глаза походили на два куска кремния. Из множества своих имен он предпочитал горгон. Оно казалось подобающе почтительным для того, чей твердый взгляд вызывало цепенение. Каждая пора излучала холодную ярость, ее выдавали походка, тон голоса и слова, которыми он выражал свои мысли. В этот момент они приняли форму вызова, и Габриэлю Сантару не осталось ничего иного, как принять его. Мы разбили диверсионную группу, но на данный момент так и не установили местонахождение узла, мой примар. Он склонил голову в жести верности, но Феррус упрекнул его за это, восприняв как капитуляцию. «Подними глаза и посмотри на меня», — сказал он. Самообладание тлело, как вулкан на грани извержения. «Разве ты не мой адъютант, которому я доверяю и уважаю?» Возражать было бессмысленно, поэтому Сантар выдержал ледяной взгляд и не дрогнул. Поступать так было бы не мудро. «Да, примар, как всегда». Еле сдерживающийся Феррус Манус начал ходить, свет от светильников отражался от непостижимого живого металла его серебряных рук. Гнев примарха ничуть не ослаб. «На данный момент, не так ли? Все, что у нас было, это время. Ответь мне», — сказал Феррус Манус. Его взгляд перешел на воина, стоявшего рядом с адъютантом. «Капитан Десаан, хотя ты не слишком разговорчив, как получилось, что оба моих брата смогли найти узлы, а мы нет?» К широкой бронированной спине примарха был прикреплен огромный молот. Он назывался Сокрушитель Наковалин и был выкован под горой Народная его братом Фулгримом, по которому Феррус явно скучал. Сантар удивился бы, если Десаан не представил, как его повелитель вырывает оружие из кремния и крушит стратегию из своих неспособных офицеров. Феррус Манус сердито смотрел, нетерпеливо ожидая ответа. Сантар редко видел его столь разгневанным и задумался над причиной. Посеревшее лицо Десаана, представлявшее собой мозаику из шрамов, отразилось в доспехе Горгона. За забралом его глаза казались искаженными. Примарх был достаточно близко, чтобы ударить его, но капитан не дрогнул, хотя попытался незаметно прочистить горло. Даже приглушенный горжетом, этот звук раздался в его ушах громче сигнального горна. Он был Марлоком, одним из элиты Примарха, но подвергаться сомнению непосредственно Феррусом ему доводилось нечасто. Даже ветерана это привело в замешательство. «Наши когорты людей страдают из-за жиры», — просто ответил он. И Сантар был рад, что Десаан не упомянул свое прежнее подозрение, которое, по его мнению, было чем-то иным, нежели неблагоприятной погодой, создававшей трудности. Несколько летописцев, которые сопровождали армию, давно отстали, и хотя небольшому отряду сааванских массонитов было поручено охранять их, Десаан говорил не о них. То, что гражданские не выдержат, было вполне ожидаемо. Это была часть причины, по которой Примарх изначально не возражал присутствию итераторов и имажистов. Он знал, что они подведут и перестанут быть проблемой. «Нет, Десаан имел в виду солдат. Предполагалось, что эти мужчины и женщины выдержат испытания, выпавшие на их долю во время марша. А разве мои братья не страдают от похожих неблагоприятных условий? Или они каким-то образом смогли побороть подобные слабости?» — настойчиво спросил Феррус. «Я не знаю, милорд». Примарх заворчал и обратился к Сантару. «Ты согласен со своим товарищем, капитан?» «Я также разочарован, как и вы, мой Примарх». Глаза Ферруса сузились до серебристых щелей, после чего он отвернулся к широкому столу стратегиума, который появился вместо Гололита. Сомневаюсь в этом, пробормотал он. Он провел мерцающей серебряной рукой по географическому образу пустынного континента, чтобы увеличить изображение, проецируемое на стеклянную поверхность. Несколько вероятных дислокаций узла обозначились мигающими маячками, так же, как и две другие отметки — красная и зеленая пунктирные линии. «Но это не отвечает на мой вопрос, почему мы так отстали?» — сказал Феррус, пристально глядя на красную линию, словно таким образом она бы передвинулась дальше по карте. Она не передвинулась. «Милорд, если бы я мог...» — начал Десаан, и Сантар застонал про себя, зная, какую ошибку совершает его товарищ. «Возможно, нашим попыткам мешает не просто солнце и песок». «Говори прямо, брат-капитан». «Колдовство, милорд, я не могу выразить яснее», — сказал Десаан. «Нашим усилием препятствуют эльдарские колдуны». Феррус глухо рассмеялся. «Это твое лучшее оправдание неудачи». Его серебряные кулаки сжали край стола стратегиума, вызвав паутину трещин, которые раскололи бы ландшафт катастрофическими землетрясениями. Будь они настоящими. Десаан ощутил воображаемые тектонические разломы по всему своему позвоночнику. Это бы объяснило, почему наши усилия так... Кулак Ферруса-Мануса обрушился на карту, прервав путанные слова капитана, в результате почти расколов ее надвое. «Мне это неинтересно», — сказал он. И воздух в пустой комнате остыл настолько, что мог воспламениться. Примарх скрестил руки на груди. На его огромных бицепсах собралось загадочное мерцающее серебро. Десаан, редко оказывавшийся так близко и так долго к своему повелителю, не мог оторвать взгляд от них. «Ты знаешь, как я получил это замечательное изменение?» — спросил Феррус, заметив заинтересованность капитана. Десаан удачно скрыл свое смущение за удивлением. Как и большинство незаурядных существ, примархи были порой загадочны. «Ты слышал о моих подвигах?» — продолжил Феррус, когда ответа не последовало. «Как я справился в поединке со штормовым гигантом? Или как голыми руками взобрался на карааши, ледяной пик? Или ты слышал, как я заплыл дальше рогатого бегемота Суфаронского моря? Ты знаешь эти истории?» Ответ Десаана был не громче шепота. «Я слышал великие саги, повелитель». Феррус покачал пальцем, перейдя на монолог и глубокомысленно кивнув, словно найдя ответ на собственную загадку. «Нет!» — это был Асернот, прозванный Серебряным Змеем и величайший из древних драконов. Ни один клинок не мог пробить его металлическую кожу, ни одно из моих копий или пик. Он замолчал, как будто предавшись воспоминаниям. «Я сжег его, держал его извивающееся тело под потоками лавы-медузы, пока он не умер. И когда я вытащил руки, они были. Он вытянул их такими. Или же так поведают рассказчики саг. «Я, милорд». Сантар хотел вмешаться, но урок не закончился. Речь шла об истории, созданной бардами, исказителями кланов и изложенной в «Песне странствий». И каждый раз ее рассказывали иначе. Никто из «Железных рук» не мог утверждать о ее достоверности, потому что ни один не жил в темные дни прибытия примарха на «Медузу». Только сам Феррус Манус знал правду и хранил ее внутри запертой клетки своих воспоминаний. «Ты считаешь, что такой воин позволил бы победить себя колдовством? Считаешь, что он мог бы быть таким слабым?» — спросил он. Десант затряс головой, пытаясь загладить вину, которую не совсем понимал. «Нет, повелитель!» «Прочь!» Слова со скрежетом покинули губы Ферруса. «Пока я не вышвырнул тебя!» Десант отдал честь и круто повернулся. Сантар собрался последовать за ним, но Феррус остановил его. «Не ты первый капитан!» Сантар остановился и выпрямился. «Я воспитал слабых сыновей?» — спросил Феррус, когда они снова остались одни. «Вы знаете, дело не в этом!» Тогда почему мы в тупике? Гнев примарха остыл, когда он прошелся по перевернутому стратегиуму. «Я слишком долго отсутствовал на фронте. Мои братья отвлекли меня. Вы стали покладистыми, послушными. Я чувствую недостаток целеустремленности в наших рядах. Нехватку воли — это отделяет нас от нашей цели. Эльдарская магия — не моя забота. А вот обнаружение и уничтожение узла — да. Мы должны обладать внутренней стойкостью, чтобы побороть ловушки. Я возглавлю эту кампанию, и мои братья не превзойдут меня. Мы — сила, пример для всех. Репутация этого легиона, моя репутация, не будет опороченной. Больше никаких задержек. Действуем быстро. Если понадобится, оставим дивизии армии позади. Ничто не должно мешать нам в достижении победы». Сантар нахмурился, когда увидел, что решимость на лице Ферруса обратилась в меланхолию. «Десаан служит вам непоколебимо, как и все мы. Вы взрастили сильных сыновей, мой примарх». Феррус смягчился. Он опустил руку, тяжелую руку, на плечо адъютанта. «Благодарю тебя. Я становлюсь сдержаннее, Габриэль. Думаю, ты единственный, кто способен на это». Сантар почтительно склонил голову. «Вы оказывайте мне честь своей похвалой, мой примарх. Она заслужена, мой сын». Феррус отпустил его, оставив плечо онемевшим. «Десаан — хороший солдат. Я передам ему ваши слова. Нет, я сделаю это. Так будет лучше. Как пожелает мой примарх». Последовала содержательная пауза, и Сантар задумался над тем, что он собирался сказать далее. Феррус снова повернулся к нему спиной. «Расскажи о своих тревогах. Мои глаза могут быть холодны, но не слепы. Очень хорошо. Будет ли мудр оставить наших союзников? Нам может понадобиться их поддержка». Голова Ферруса быстро повернулась, и он внимательно посмотрел на первого капитана. Спокойное поведение примарха испарилось, когда в его глазах вспыхнуло что-то раскаленное и непредсказуемое. «Ты сомневаешься в моих приказах, адъютант?» В отличие от своего, менее опытного капитана, Сантар не колебался. «Нет, примарх, но вы сами не свой». Любой другой, кроме Сантара, пострадал бы за такую прямоту. И действительно, первый капитан пережил тревожный момент, когда примарх следил за его реакцией. Кулаки Сантара сжались. Молниеносные когти готовы были выскользнуть, когда инстинкты воина возьмут вверх. Ярость Ферруса погасла так же быстро, как и вспыхнула, и он уставился в темноту. «Мне нужно сказать тебе кое-что, Габриэль». Феррус встретился взглядом с капитаном. «Я должен признаться, но об этом должен знать только Т-1. Предупреждаю, не говори об этом никому». В последних словах примарха таилась скрытая угроза, и по челюсти Ферруса пронеслась нервная дрожь. Первый капитан терпеливо ждал. «Я недавно видел странные сны», — пробормотал Феррус. «Для него это было абсолютно нетипично. Это встревожило Сантара больше, чем любая угроза применения силы. О пустыне из черного песка и глазах, следящих, холодных глазах рептилии». Сантар не ответил. «Он никогда прежде не видел своего примарха уязвимым. Никогда». «Мне вызвать апотекария, милорд?» В конце концов спросил он, когда заметил, что Феррус трет шею. Едва видимая из-за края горжи, то кожа была натерта. «Раздражение только и всего», — сказал Феррус, хотя его голос говорил об обратном. «Это место, это пустыня. Здесь есть что-то». Теперь Сантар ощутил настоящее беспокойство и захотел спешно закончить кампанию и отправиться на новую войну. «Легион может уничтожить узел без посторонней помощи», — уверенно заявил он. «Плоть слаба, мой примарх, но мы не будем ее рабами». И словно солнце, вышедшее из-за туч, Феррус просветлел и снова стал самим собой. Он сжал плечо Сантара, причинив боль первому капитану. «Созови капитанов легиона! Я поведу нас на врагов и покажу, насколько сильны сыны Медузы», — пообещал он. «Я принял решение, адъютант. Ничто не остановит меня. Ничто». Когда Габриэль Сантар ушел, Феррус вернулся к своим раздумьям. Ничто, даже перспектива битвы, не могло поколебать его гнетущего настроения. Как наковальня на шее, оно тянуло его все глубже в бездну. Он был уверен, что фулгрим смог бы облегчить ношу. Но финикийца не было здесь. Вместо этого он должен вести войну вместе с этим своевольным ублюдком-мортарионом и мягкосердечным вулканом. «Сила!» — сказал он, словно произнесение слова дало бы ее. Он потянулся серебряными пальцами и схватил рукоятку сокрушителя на ковален. Он сокрушит Эльдаров, уничтожит их психический узел и выиграет компанию. «И сделаю это быстро!» — добавил он шепотом, вырвав молот из ремней. Хотя Феррус никогда не признал бы этого. Для него война не могла закончиться достаточно быстро. Укрытые в вестибюле из белой кости две фигуры могли говорить без опасения, что их подслушают. Многое нужно было обсудить, и многое лежало на чаше весов. «Я различаю две линии», — сказал один лиричным и звучным голосом. «Сходящиеся на данный момент в одной точке, но они скоро разойдутся». Другой сплел вместе тонкие пальцы и ответил. «Я тоже их вижу, и точку, в которой они расходятся. Он не прислушается к тебе, ты тратишь свое время». Хотя он был категоричен, первый собеседник не казался взволнованным. Он должен, в противном случае, подумай о цене. Другие могут не согласиться. Через минуту второй медленно покачал головой. «Ты видишь вторую стезю, на которой он на самом деле не существует. Судьба закроет эту дверь для нас. Ты видел это?» «Я видел его. Он должен выбрать, все должны выбирать. Но его решение уже принято, и не в нашу пользу». Теперь тон первого собеседника отметил легчайший оттенок раздражения. «Как ты можешь быть уверен?» «Ничто не бесспорно. Тем не менее, альтернатива маловероятна. Но железные ноги не сменят свой путь без сильного импульса. Первый откинулся назад. Тогда я обеспечу его. Это не будет иметь никакого значения. Я должен преуспеть. И тем не менее, у тебя не выйдет. Но я должен попытаться». Биона Хенрикаса из десятой роты железных рук не воодушевила жалкое состояние дивизий армии. Люди были похожи на призраков, пропавших потом и покрытых соляной коркой. Они были изранены и истекали кровью, и были медленными. Беспредельно медленными. Даже клавы скитариев механикума и батальоны сервиторов пострадали главным образом из-за слабостей их элементов из плоти. Несколько сотен кибернетических существ были оставлены ржаветь на пути следования армии. Выбывших из числа сааванских масонитов тоже бросили там, где они пали в разорванной армейской униформе. И они были похоронены только по прихоти случайных песчаных бурь. Временный лагерь был поспешно разбит несколькими оставшимися бригадами трудоспособных рабочих сервов. Лазареты занялись тепловыми ударами и хроническим обезвоживанием. Хенрикас подсчитал больных и раненых солдат, лежащих на сеточных и парусиновых койках в палатах. Их были сотни. За исключением редких жалобных стонов они уныло молчали. Он не задержался, не обращая внимания на группу даганских истязателей, опирающихся на пики под тентами, свисающими с бортов химер, на отчаянные попытки механиков-водителей охладить двигатели машин, на тихие проклятия людей, счищающих со своего оружия комьи утрамбованного песка. Один седой полковник, жующий пластину табака, коснулся фуражки, приветствуя космодесантника. Он выглядел измученным, как и его люди. Но когда Железнорукий прошел сквозь толпу покрытых валдырями обгоревших солдат, которые едва могли говорить пересохшими губами и раздувшимися языками, он почувствовал толику сострадания. Это место было не для людей, это был ад, а следовательно, место для таких выкованных среди звезд воинов, как он. В отличие от большинства своих братьев, Хенрикас не обладал полным комплектом бионических усовершенствований. Его руку удалили и заменили механическим подобием, согласно ритуалу легиона. Но остальная часть седьмого сержанта была органической. Он подозревал, что частица сочувствия, которое он испытывал, пришла от этого пристрастия к биологии. Хенрикас задумался, что если его более кибернетические братья положили на алтарь механической силы и стойкости больше, чем просто слабость плоти. Не отказались ли они также и от части своей человечности? Хенрикас отбросил мысль, но она все же осталась в его подсознании. Палатки лазарета уступили место меньшим шатрам, которые предоставляли тень целым батальонам, но мало спасали от такой ужасной жары. Фляги быстро передавались по кругу, но даже целая цистерна не смогла будто лить жажду одного солдата, не говоря уже о целых дивизиях. Блестители дисциплины стояли прямо и непоколебимо, как пример своих обязанностей, но даже эти обычно стойкие солдаты ослабели. Хенрикас увидел, как один упал на колени, после чего снова поднялся. Старый полковник пел, но немногие, кроме ветеранов, подхватили грубую песенку. В общем и целом, это было печальное зрелище, а ведь они только авангард. Еще больше солдат из состава главных сил все еще тащились по пустыне. В конце выровненной песчаной площадки, которую быстро засыпали на носы, показалась командная палатка. Когда железнорукий подошел к ней, у входа стояли на страже двое изнуренных масонинских претеров. Хенрикас не потребовал пропустить его и даже не удостоил взгляда солдат, проигнорировав их. Он вошел в палатку и в нос ударил спертый в воздух. В углу парусиновой палатки стоял вентилятор, установленный на самый холодный уровень. Работающая на пределе квадратная машина вибрировала и выла. Пятнадцать человек в офицерской форме, выглядевшие не лучшим образом, вытянулись перед вошедшим сержантом. Один из них — генерал. Судя по богатству униформы и сидящему на его плече ручному ястребу, с цилиндром для собраний шагнул вперед. Он держал инфопланшет и открыл рот, чтобы заговорить, но Хенрикас заставил его замолчать поднятой рукой. Он умышленно использовал кибернетическую. «Снимайтесь с лагеря», — сказал он прямо. При такой эмоциональности железнорукий мог говорить бинарным кодом. «Все!» Заговорил второй офицер с испуганным лицом. Его кераса была смята, а мундир расстегнут. Он явно предпочел бы остаться. «Но, милорд, у нас только...» Хенрикас счел те три секунды, что он позволил говорить офицеру, как уступку, которую он не повторит. «Никаких исключений. Легион наступает, а значит и вы. Соберите свои дивизии, или же можете обсудить свои возражения с этим». Он постучал по кобуре с болтером на бедре. «Это приказ лорда Мануса. Только главный медикус был непреклонен. Если мы выступим сейчас, наши больные и раненые погибнут». Он осмелился бросить сердитый взгляд через свои очки в проволочной оправе. К счастью для него, Хенрикас не воспринял это как вызов его власти. «Да, погибнут», — сказал железнорукий. Очевидная дрожь сожаления в голосе удивила его. Офицеры сели, или точнее рухнули. Хенрикас взял инфопланшет и одним взглядом изучил информацию. Затем он вышел. Перед ним раскинулась пустыня, подобно позолоченному океану, отшлифованному солнцем. На вершине серповидного холма Феррус Манус изучал предстоящий маршрут. Вместе с ним была группа офицеров, в то время как ряды легионеров ждали внизу. Примарх взглянул на географический гололит, проецированный с планшета в руке Сантара. Он изучил широкие дюны, базальтовые пещеры и бесконечные песчаные равнины, в зеленом монохроме, после чего повернулся к пустыне. На горизонте ничего, пророкотал он, но затем прищурился, словно различив то, что только он благодаря хваленому генетическому происхождению мог увидеть. Но в воздухе есть помутнение, возмущение. Вероятный теплообмен, милорд, сказал Рууман, всматриваясь в выжженную долину бионическими глазами. Гироскопические фокусирующие кольца стрекотали и щелкали. Фасеточные аппараты клацали снова и снова в различных конфигурациях, когда новые спектры накладывались на его зрение, который предполагает наличие аванпоста или бастиона. «Я тоже вижу», — сказал Десаан, анализируя обстановку через визор. «Вероятно, аванпост каким-то образом замаскирован». Сантар рассмотрел долину через магнокуляры. Она была покрыта скалами цвета кости, отбеленными солнцем. Некоторые выступали из земли, как пальцы скелета или группами, напоминая грудную клетку какого-то огромного, но давно умершего хищника, а также символы. Ему казалось, что он видит рунические узоры в расположении скал. «Он должен быть там», — сказал Феррус, прервав мысли первого капитана. Пылевой вихрь медленно кружился по дну долины. Сантар посчитал, что увидел крошечные звездные вспышки в клубящемся облаке и неестественные тени, которые не могли быть вызваны солнцем. Он моргнул, и все исчезло, но полевой вихрь сгустился. Сантар выключил гололит и отдал планшет одному из немногих действующих сервиторов, а магнокуляры вернул Шадраку Медузону. «Даже если мы поспешим, наше продвижение по долине будет медленным», — сказал он, оценивая все тактические варианты. «Но обход вокруг впадины займет еще больше времени. Рууман провел быстрое вычисление своей бионикой. 4,8 километра от места спуска первый капитан». Сантар кивнул железнотелому, но обратился к примарху. «Возвышенность дает больше преимущества, но вынудит нас двигаться колонной. В долине наши части смогут рассредоточиться, но будут дольше времени находиться под воздействием врага. В ней есть что-то невидимое для меня, угроза». Феррус оглянулся через плечо. «Суеверие уже заразительно, адъютант», — спросил он, словно поделившись знакомой шуткой с Сантаром. Примарх часто делал это. «Доверьтесь моим инстинктам, примарх, за которые я не могу порицать тебя». Попытка Ферруса примириться не затронула его холодных глаз. Он тоже смотрел на долину, словно уже видел то, что Сантар описал, но решил проигнорировать. «Меня больше не задержат. Мы пойдем по долине. Послать сначала скаутов для разведки. Мы не знаем, что там». «Нет, ни одного», — ответил Медузон, держа в опущенной, расслабленной руке болтер. Черты его узкого лица были острыми, как клинок, и когда капитан нахмурился, это впечатление усилилось. В разговор двух капитанов мешался голос Биона Хенрикоса. Сержанта вызвали на импровизированный совет для того, чтобы выступать от имени дивизии армии, поскольку ни один из их офицеров не мог сделать это, и при том достаточно быстро для нетерпеливого примарха. Хенрикос был коренастым воином, с развитой мускулатурой, но пластикой мечника. Свидетельством этого был Медузонский клинок, пристегнутый к бедру. «У меня есть предложение, милорд», — сказал он, опустившись на одно колено, но задрав подбородок и выпрямив плечи. Бион получил звание сержанта недавно и впервые обращался напрямую к своему повелителю и примарху. «Встань», — сказал Феррус, неодобрительно взглянув на выказывающего почтения сержанта. «Ни один из моих сыновей не должен преклонять колени предо мной, сержант, если только он не просит прощения. В рядах армии есть скауты, даганские истязатели», — сказал Хенрикос, поднявшись. «Мы потратим в пустое время», — вмешался Десаан. Хенрикос повернулся к нему. «Люди имеют важное значение здесь». Десаан неодобрительно посмотрел на единственный бионический имплант сержанта. «Да, этот камень на наших благородных шеях тянет нас в болото. Они не нужны. Доверяй железу, не плоти». «По-твоему, я не доверяю?» Хенрикос старательно сохранял свой тон нейтральным. «Если бы глаза Десаана могли прищуриться, они бы это сделали. В тебе слишком много плоти, Бион, слабости, которая затуманивает твои мысли». Хенрикос ощетинился в ответ на очевидное пренебрежение. Он сжал челюсть. «Могу заверить тебя, брат-капитан. Я отчетливо вижу». Громкий смех, жесткий и полный буйного веселья, снял напряженность, как молот, раскалывающий наковальню. «Вот это дух, мои сыновья!» — прорычал примар. «Но придержите свой пыл для врагов! Нет смысла затуплять клинки друг от друга, или мой адъютант посрамит вас обоих перед братьями-легионерами, не правда ли?» Выговор был строгий, но лишенный настоящего гнева. Медузон примирительно шагнул вперед, пока дальнейшие резкие слова между офицерами не вызвали новую перемену настроения примарха. Взгляд капитана смягчился и теперь мог только колоть, а не пронзать. «Мы можем подождать армейские дивизии и объединиться с ними здесь. Вероятно, доганцы будут в авангарде». Хенрика скивнул, соглашаясь. «Это воодушевит их и даст им цель», — сказал он, не обращая внимания на неодобрительное выражение лица Десаана. «А какова наша цель?» — спросил Феррус Манус. В вопросе примарха звучала резкость. «Задержек быть не должно. Больше никакого ожидания», — раздраженно рявкнул он. Долгий глубокий выдох покинул его сжатые губы. «Собери регион, первый капитан», — сказал Феррус. «Мы поведем марлоков по долине, тяжелые дивизионы в резерве, чтобы занять высоту и обеспечить перекрытие для сил, двигающихся внизу. Капитан Медузон, ты поведешь остальных двумя полубатальонами по склонам этой возвышенности и соединишься с нами у выхода из долины». Сантар четко абсолютовал своему повелителю и отправился выполнять приказы. Серповидные склоны были широкими и длинными, но постепенно снижались ко дну долины. Сантар вспомнил тени в песчаной буре и решил, что марлоки справятся, чтобы там не скрывалось. За исключением одного. Все вероятные местонахождения узла, установленные механикумом, оказались ложными. Миражами, вероятно, созданными эльдарским колдовством. Усилия железных рук, которые видели, что немногие дивизии армии способны поддерживать темп легиона и все больше отстают, вознаграждались очередной засадой. Вероятно, что при выслеживании этого последнего местонахождения будет то же самое. Стальной взгляд Ферруса вернулся к далекому горизонту и дымке, которую он заметил прежде. Больше терять времени нельзя. Мы спускаемся немедленно. Армия пусть проваливает. Семь разных аванпостов не обнаружили признаков узла. Следуя координатам механикума, легион провел несколько ожесточенных боев. После последнего Феррус был вынужден сообщить об отсутствии прогресса братьям-примархам. Вулкан был любезен. Даже предложил помощь, которую Феррус решительно отверг. Переговоры с Мортарионом были менее теплыми. При таком темпе пройдет не один день, пока силы легионеров смогут объединиться и покинуть 1-5-4-4. Медленное продвижение армейских дивизий не способствовало делу. Феррус не мог не признать силу их орудий. Они были полезны, но сетовал на слабость людей. Столь многие остались позади. Он сомневался, что они вернутся. «Эта пустыня поедает людей», — громко подумал он. Долина внизу была странной. Другие не замечали этого. Она выходила за пределы их понимания. Тем не менее, Феррус чувствовал, ощущал притяжение, которое влекло его к воображаемой бездне. Что-то изводило его мысли. За пределами досягаемости его чувств. Он хотел схватить его, раздавить в своем кулаке. Но как он мог раздавить ощущения? Там, на песчаной равнине, на дне долины, оно ждало его. Возможно, оно всегда ждало. Трепет, гнев и решимость смешались в одну необходимость. Встретиться с ним и убить. Это был путь Горгона, по которому он всегда шел. И так же умрет, в этом он был уверен. Никто никогда не брал над ним верх. Решимость определяла его. «Я иду за тобой», — пообещал он, возглавив спуск. Затухающий свет, отражаясь от окостеневших стен их психического святилища, осветил хмурый взгляд на лице первого собеседника. Его воля и целеустремленность исключительны. «Ты по-прежнему считаешь, что он на неверном пути?» — спросил другой. «Связь близка», — пробормотал первый. «Как ты убедишь его в этом?» «Манкей, в частности, люди, особенно такой, как этот, недоверчивы по своей природе. Когда черты его плана начали соединяться, подобно хромосомам эмбриональной жизненной формы, первый собеседник сощурился. Тут понадобится хитрость. Он должен поверить, что это его решение. Это единственный способ изменить его путь. «Паутина, которую ты плетешь, ущербна». Первый встретился взглядом со вторым, и вспышка энергии осветила вопрос в его миндалевидных глазах, на который второй охотно ответил. «Ты пытаешься превратить камень в воду, заставить его течь по твоему замыслу. Камень не может согнуться, он может только сломаться. Первый был непреклонен. Тогда я разрушу его и придам новую форму». Когда они приблизились ко дну впадины, воздух стал неподвижным. По обе стороны от марлоков поднимались крутые скалы, и широкая долина быстро превращалась в ущелье, в которое едва проникал солнечный свет. Куда мы забрались? Голос Сантара был ненамного громче шепота. Здесь обитала густая, всепоглощающая темнота. Долина превратилась в более суровый, чем пустыня ландшафт, могильных камней и похожих на крипты монолитов. В тенях песчаные холмы были почти черными, и Сантар вспомнил слова примарха о его снах. Даже чистое сияние белоснежных скал потускнело. Несколько марлоков оглянулись на изменившиеся окрестности. Все они были ветеранами и достаточно дисциплинированными, чтобы не реагировать, но Сантар почувствовал, как они покрепче сжали болтеры. «Спокойно, Аверни!» — сказал он по связи, а затем переключился на канал Десаана. «Держи своих легионеров на готове, брат-капитан!» Две роты маршировали бок о бок, развернувшись в цепи. Густые тени и полная тишина в долине придавали ощущение огромного расстояния между ними. «Мы лишились солнца?» — спросил Десаан. «Оно такое черное, словно опустилась старая ночь». Сантар поднял глаза. Сфера по-прежнему пылала на небе, но ее свет словно отфильтровывался через густой туман, став серым и приглушенным, прежде чем упасть в долину. «Я потерял из виду Медузона и Руумана», — добавил капитан. Сантар задрал голову, но увидеть вершину холма было практически невозможно. Долина была глубокой, намного глубже, чем выглядела. Вокруг его ног поднимались песчаные вихри, напоминая железные опилки, скользящие вокруг наковальни. И она была более протяженной, чем говорил Рууман. А с железнотелой обычно не ошибался в таких вопросах. Но в этом месте все было необычно. Напоминает призрачную землю, — пророкотал примарх. Даже без радиосвязи громоподобный голос Ферруса Мануса разносился пронзительным ветром. Он вдохновлял обе роты. Примарх был стержнем вместе с эскортом своих непоколебимых притарианцев, включая Габриэля Сантара. «Я не вижу призраков, примарх», — сказал первый капитан, пытаясь снять напряжение. В Медузе призрачная земля была суровым местом, якобы населенным тенями умерших и призраками. Подобные разговоры вели суеверные люди, слабые и доверчивые. Железные руки считали иначе. В ее непроходимых глубинах были великие обелиски из камня и металла, чье предназначение было затеряно в веках. Чудовища бродили по ее темным и забытым ущельям, это было верно. И безумие охотилось на ее бесконечных равнинах, заопрометчивыми и безрассудными. Сравнение выходило неутешительным. «Призраки здесь», — сказал Феррус, добавив холода к уже ледяному воздуху. «Мы просто их еще не видим». И когда вихри начали сгущаться в шторм, он добавил. «Сомкнуть ряды по фронту и в глубину». Долина полностью изменилась, Сантар не узнавал ее. Тени, отбрасываемые от похожих на скелеты скал, вытянулись в когти и потянулись к железным рукам, медленно окружая их. «Почему я не узнаю это место?» — спросил он самого себя. Радиоканал Десаана затрещал помехами, потому что оно другое. «Лорд Манус», — сказал Сантар, — чувство угрозы внезапно стало осязаемым. Феррус не взглянул на него. «Не останавливаемся, мы не можем повернуть назад». Тон примарха подсказывал. Он знал, что они попали в ловушку. Эльдары поймали нас, но им не удержать железных рук. Ветер усиливался, как и шторм. Он отнимал у голоса примарха его силу. В этот же момент шторм обрушился на марлоков без предупреждения, и тяжелый топот многочисленных ног затих. Буря ударила по ним, как молот, и за несколько секунд две роты были поглощены ею. Немедленно потухло солнце, затерявшись в визжащей тьме. Несколько мгновений спустя хлещущие песчинки истарапали доспех Сантара, как клинки. Он слышал скрип песка о металл, но проигнорировал незначительное повреждение боевого доспеха, когда доклад об этом появился на ретинальных линзах шлема. Обнажив молниевые когти, Сантар попытался рассеять черную трясину и обнаружил, что она не поддается. Он словно резал землю, вот только это был воздух. «Держаться вместе!» — передал он по каналу связи. «Наступаем как один!» В этот раз ответило меньше подтверждений. Тактический дисплей был неисправен, а биосканирующие маркеры отмечали позиции боевых братьев с перебоями. Насколько капитан мог сказать, строй сохранялся, но он не знал, как долго это будет продолжаться. Сантар чувствовал, что ситуация скорее ухудшается, чем наоборот. Песок забил дыхательную решетку шлема, царапая язык. У него был вкус пепла и смерти. Медный запах покалывал ноздри. «Вместе как один!» — повторил он. Его акустический сенсор зарегистрировал далекий виск, заглушивший сильные помехи радиосвязи. Он звучал не как ветер, или, по крайней мере, не просто как ветер. На тактическом дисплее появлялся и исчезал поток непонятных сведений. «Оружие к бою!» — приказал он, выискивая врага. Черный песок ухудшал обзор, делая невозможным захват целей. Вопящий припев заглушал ответы сержантов и капитанов. Когда помехи связи снижались, время от времени появлялись символы подтверждения. Сантар едва мог различить силуэт примарха всего в нескольких метрах перед собой. «Лорд Манус!» — позвал он, прежде чем Феррус затерялся в шторме. Сначала ответа не было, но затем до него донесся слабый отклик. «Вперед! Мы прорвемся или умрем!» Сантар хотел сплотиться, создать оборонительный кордон и ждать окончания бури, но она не была обычным природным явлением. Первый капитан был уверен, что задержка вызовет смертельные последствия. Он двинулся вперед. На его ретинальном дисплее что-то мигнуло. Это была тепловая сигнатура, слабая, но довольно отчетливая, чтобы локализовать ее. Он повернул голову. Доспех катафракт был непривычно громоздким и увидел лицо. Оно было нечеловеческим. Кожа плотно обтягивала слишком длинный череп. Подбородок и скулы были угловатыми и заостренными, а глаза почти пустыми. «Во имя императора!» — прошептал он, осознав, что смертельные лица, подобно косяку плотоядных рыб, наводнили их ряды, бесплотные и зловещие, светящиеся посреди шторма. «Враг!» — заревел Сантар. Он надеялся, что связь передаст его предупреждение. Морлоки открыли огонь из болтеров, и загремела стаката резких выстрелов. Дульные вспышки были похожи на тусклый свет сигнальных ракет, приглушенный ураганным ветром. Абсолютно чужое лицо отступило в темноту перед Сантаром. Оно влекло его за собой, шаг за шагом. «Атакуем!» Он нанес удар. Энергия слетела с его клинков с зазубренными лазурными всполохами, но разрезала только воздух. «Обнаружено движение!» — услышал Сантар по радиосвязи, но не смог установить говорившего, так как масса голосов отвлекла его внимание. «Контакт!» — прокричало эхо другого, также безымянного для первого капитана, хотя он десятилетия знал и сражался рядом с этими воинами. Железные руки всерьез взялись за отражение атаки, и из их строя вырывались плотные болтерные очереди. «Десаан! Докладывай!» — закричал Сантар, когда слева от него мелькнуло что-то неестественно быстрое, проследить за которым было невозможно. Он повернулся, когда вторая фигура скользнула в его ограниченном периферийном зрении справа. Она бросила на него взгляд, и у Сантара остался смутный образ призрачного лица. Лорд Манус был прав. Здесь были призраки, которые ждали их в темноте, и теперь их терпение закончилось. В воде была кровь. «Неизвестный противник!» Ответ Десана был прерывистым, но четким. Нельзя точно определить. Дислокации атакуют. Многочисленные контакты. Следов примарха не было. Впереди была тьма, как и сзади, и с любого другого направления. Ориентироваться в такой ситуации было невозможно, поэтому Сантар решил держаться. «Удерживать позицию!» — передал он по связи. «Они пытаются разделить нас». Он пытался найти своего повелителя, но ничего не мог разглядеть за темнотой, ни глазами, ни сенсорами. Прерванный ответ Десана запоздал и мало утешил Сантара. Морлоки были разделены, поглощены штормом, а лорда Мануса отделили от остального легиона. Их сила и стойкость были поставлены под сомнение, за одно мгновение опрометчивости. Сантар выругал себя за нехватку предосмотрительности. Он должен был настоять на том, чтобы обойти долину или подождать тщательной разведки района. Но примарх не стал бы колебаться. Он словно бросился прямиком к какому-то року, который только он мог видеть. Сантар был ближе любого из железных рук к своему повелителю, но даже он не был посвящен в глубинные мысли примарха. Резкий вопль, пронзительный и на несколько октав выше звука шторма прорезал воздух. От него голова Сантара затряслась, несмотря на защиту боевого шлема. У него сильно закружилась голова, и он зашатался. Непроницаемые помехи полностью вывели из строя связь, хотя он и так не мог напрячь голос для отдачи приказа. Сантар почувствовал кровь во рту и выплюнул ее на внутреннюю поверхность шлема. Он заскрежетал окровавленными зубами. Будь как железо! Сбивающие с ног колебания пронеслись по костям с увеличивающейся мощностью минометного огня. Он снова пошатнулся, но удержался на ногах. Упади он сейчас, и, несомненно, был бы мертв. Ни один воин в доспехе Катафрак не сможет подняться без посторонней помощи, а в темноте крались больше, чем просто призраки. Перед акустической атакой он заметил острые клинки, гибких и похожих на призраков воинов. Обретя внутреннюю стойкость, Сантара огляделся в поисках врагов. Неуклюжие бронированные силуэты тяжело шагали сквозь туман. Это наступали его марлоки, медленно и почти увязнув в грязи. Ужасный вопль пронесся сквозь его боль, предвещая болтерную очередь, ударившую по его правому боку. Сантар проигнорировал его, вместо этого услышав внезапное смещение воздуха слева от себя. «Нашел тебя!» Защитный инстинкт позволил Сантару парировать клинок, метнувшийся к его шее. И, наконец, он хорошо рассмотрел нападавшего. Эльдар носил маску, того же цвета белой кости, что и сегментированный доспех. Из-под нее выбивалась грива черных волос. Судя по форме панциря, это была женщина, а не какой-то призрак. Длинный и изогнутый меч был выкован и заточен смертоносным разумом. Раскаленные искры посыпались с клинка, когда он заскрежетал омолниевые когти Сантара. Она была частью шторма и в то же самое время отделена от него, смешиваясь по желанию с кружащимся ветром. Оставив в воздухе за собой исчезающий след из зазубренных сполохов, она вышла из боя. Сантар был наготове, не обращая внимания на то, что говорили ему ретинальные линзы и доверившись инстинктам. Следующая атака была очень мощной. Меч лязгнул, а его молниевый коготь, и он ощутил этот удар по всей руке до плеча. Она сердито взглянула на Сантара, разъяренная его сопротивлением, и испустила адский виск из маски, вынудив первого капитана сжать зубы. Выдержав звуковую атаку, он сделал выпад другим когтем и блокировал костяной меч Эльдара. В ее другой руке появился пистолет, но пули без вреда срикошетели от доспеха Сантара, подобно слабым укусам комара. Вырвавшийся из ротовой решетки, скрипучий смех удивил его. Бросив пистолет, она схватила меч обеими руками, пытаясь высвободить его. Пока меч был в захвате, она не могла отступить, а без него будет разрублена. Даже Эльдары не были быстрее молнии. «Ты не такая уж и страшная!» — проворчал сквозь стеснутые зубы Сантар, когда она испустила еще один адский виск ему в лицо. «Превосходящая сила первого капитана говорила не в пользу давящего меча чужого, и его бионика зарычала в предвкушении триумфа. «Я страшнее!» Сантар разрубил ее оружие пополам с двойными молниевыми когтями. Отколотая половинка клинка отлетела в незащищенную грудь воина и пронзила ее. Она отступила в шторм и тут же исчезла в нем. Засада поколебалась, и Сантар был уверен, что сама темнота отступит, когда стихнет шторм. Несколько марлоков лежали неподвижно там, где их пронзили клинки или были сражены воем, но остальные сплотились, даже связь вернулась. «Ты жив!» — первый капитан. Это был Десаан. Приглушенный звук его болтера раздавался позади Сантара. «Жив и разгневан, брат капитан!» — ответил Сантар, потроша очередного призрачного воина. Он вырвал клинки из ее спины с доставляющим удовольствия звуком разрываемой плоти, когда его левая рука немела. Он попытался ее высвободить, но она не пошевелилась. «Что-то не так, брат! Я...» Палач сковал его в бионику, словно она просто перестала действовать. Его ноги тоже механически заблокировались. «Я не могу!» Боль от этого была невероятной, и он прошептал последние слова. «Двигаться!» Разыскивая союзников, он обнаружил только две бесплотные маски, направлявшиеся к нему. Их лица сияли магическим огнем. Они безжалостно усмехнулись и прошипели что-то мстительное на своем языке. «Я могу убить вас обеих одной рукой!» — пообещал Сантар, но почувствовал трещину в своей уверенности, когда они начали кружиться вокруг него. Что-то раздавалось по радиосвязи, отвлекая его внимание от призрачных воинов, когда те приблизились. Он узнал скорбный крик своего товарища-капитана. Между кружащимися фигурами Эльдаров он мельком увидел Десаана, который неуверенно брел через темноту и неистово стрелял. Случайная очередь поразила одного из марлоков, ослабив его защиту, благодаря чему другой призрачный воин смог вонзить меч в сочленение доспеха, соединяющая нагрудник с пахом. Железнорукий осел, затем шторм скрыл его из виду. — Десаан! Предполагаемые убийцы Сантара были рядом. Следи за стрельбой, брат! Он не мог позволить себе отвлечься. Десаан шатался, не контролируя секторы обстрела своего болтера. — Десаан! Он был похож на... — Ослеп первый капитан! — пробормотал ошеломленный Десаан. — Я не вижу! Его рука безвольно висела. Другие также были поражены. Марлоки уничтожались именно тем, что давало им силу. Плоть слаба. Мантра вернулась к Сантару с насмешливой иронией. Эльдары что-то сделали с ними. Сотворили какое-то страшное колдовство, чтобы навредить их кибернетике. Все марлоки обладали обширной бионикой. Сантар пристально посмотрел на призрачных воинов, которые размахивали мечами, обещая разрубить. — Давайте! — невнятно произнес он. Его сердце могло быть таким же беззащитным для их клинков. Призрачные воины оставались посреди шторма в наполовину реальном состоянии. Они одновременно размылись. Двое стали множеством, и их неприятный смех раздавался сквозь вой, который беспрестанно изводил Сантара. — Давайте! — прорычал он. — Сражайтесь со мной! Глаза одного прищурились под маской, и Сантар проследил за его взглядом к своей парализованной руке. Только вот она снова двигалась, но не по желанию первого капитана. По лезвиям молниевых когтей затрещала энергия, достаточно лютая, чтобы разорвать боевой доспех. Очарование и неверие слились в ужас, когда Сантар понял, что когти поворачиваются внутрь, к его шее. Он сжал свою взбунтовавшуюся кисть другой рукой, а тем временем смех чужаков вырос до звона в ушах. Капли пота покрыли его лицо, когда мышцы шеи и плеча вздулись от усилий сдержать чужую руку, которая пыталась его убить. Быть убитым собственной рукой в этом не было чести. Это была жалкая смерть, и Эльдары знали об этом. «Трон!» — прошептал он. Даже виск Бионике звучал иначе, как-то агрессивно. «Сражайся!» — подстегивал он, но связь между машиной и плотью была далека от симбиотической. Одно почти расценивалось как зараза в ущерб другому. Но теперь это благо взбунтовалось и стало проклятием. Актинический запах сожженного металла наполнил его респиратор, когда кончики энергетических клинков прикоснулись к краю горжета. Сантар прикинул, что им понадобится один решительный удар, чтобы пробить броню и разорвать шею. В лучшем случае у него есть несколько секунд. Сантар охрип от своего ревущего вызова, но его усилия шли на спад. Он закрыл глаза, и его голос усох до шепота перед лицом неизбежного. «Примарх!» Феррус был один. Был только он и Шторм. Затем он надел боевой шлем, но не увидел на ретинальном дисплее признаков своего легиона, поэтому не стал тратить время, вызывая их по радиосвязи. Последний контакт у него был с Габриэлем Сантаром, который отчаянно требовал от них держаться вместе. «Вперед! Двигайся вперед!» Побуждение было слишком сильным, чтобы ему сопротивляться. Они зашли далеко. Какой бы ужас не скрывала эта пустыня, какую бы жестокую правду его не позвали сюда увидеть, он больше не мог это отрицать. Это не был обычный Шторм. Он слишком напоминал ему сны, и был насыщен метафорами из его бурного прошлого и символическими капканами возможного будущего. Феррус слышал голоса в хлещущем ветре, но ни звуков битвы, ни боевых кличей. Я ждал битвы. Феррус не мог понять их смысл, но чувствовал, что слова важны. Радиосвязь отключилась. В его каналах не было даже помех. Он смирился и с этим тоже, и продолжал идти. Чтобы это ни было, какой бы рок или осколок судьбы не привел его сюда, он встретит его с открытым забралом. Глаза, похожие на змеиные щели, следят за мной. Я слышу шипение ее языка, подобно рассекающему ветер ножу. Это тот самый нож, который я ощущаю на своем горле. Воспоминание вернулось. После ухода с сухопутного корабля он снова говорил с Мортарионом, или скорее брат говорил с ним. Другой примарх оставил в нем занозу, которую Феррус не смог легко забыть или заглушить. — Если ты недостаточно силен, — сказал Мортарион, — если ты не сможешь закончить это сам, — помочь мне, — заревел он равнодушной бурей. Ветер насмехался в ответ. — Мне не нужна помощь. Он засмеялся безжалостным и ужасным смехом. — Я силен, я горгон. Феррус побежал, хотя не мог вспомнить, чтобы ускорялся так решительно и беспричинно. Но он бежал так быстро, насколько позволяли его конечности. Казалось, тьма песчаной равнины только растянулась, когда земля и небеса слились воедино. — Ты не сможешь помочь мне, — закричал он, когда его захватило ощущение полета, а затем падение. И намного более тихим голосом, затерявшимся в его подсознании, никто не сможет. Двое регионеров выделялись на насыпи золотого песка, всматриваясь в пелену темноты. Перед ними черное облако окружило морлоков, как чернила на воде. Бион Хенрикас едва мог поверить в то, что говорили ему глаза, и задался вопросом, видят ли его улучшенные аугметикой братья то же самое. Что это? Брат Таркан расширил апертуру бионического глаза, увеличив его фокус мельчайшими движениями лицевых мышц. Каждая корректировка давала тот же результат. — Безрезультатно. — Оно искусственное, — ответил Хенрикас, поднявшись. Пока он не перегруппировался с капитаном Медузоном, половина батальона подчинялась ему. Чем бы эта темнота ни была, он должен будет разбираться с ней сам. Сержант попытался воспользоваться связью, но она была подавлена каким-то психическим штормом, бушевавшим во впадине. — У него есть когти, брат сержант, — сказал Таркан. — 250 легионеров, всего часть 10-й железной, ждали команды Хенрикаса. Вооруженные болтерами и наполненные яростью, они не двигались, остановленные тьмой. К сожалению, у них не было ни одного дивизиона гравициклов, чтобы обойти шторм и лучше его оценить. Не в первый раз Хенрикас задумался об отсутствии тактической гибкости в легионе. — Вот оно что! — сказал он, изучив горизонт и колонны скал, которые возвышались над погрузившейся во мрак долиной. Сержант был достаточно близко, чтобы коснуться его и протянул железную руку. Завихрение, кружащегося песка, безвредно звякнуло о металл, и когда Хенрикас поднял взгляд, то обнаружил то, что искал над штормом. Темнотой управляла высокая худая фигура в серо-коричневой мантии. У нее был магический посох, покрытый чужими рунами и инкрустированный драгоценными камнями. — Брат Таркан! — сказал сержант скрипучим голосом, обещавшим возмездие. — Убери эту грязь! Таркан был снайпером одного из подобных отделений в десятой, и он обращался со своей длинноствольной винтовкой с изяществом стрелка. Оружие было приспособлено под его руки и имело оптический прицел, который был соединен с бионическим глазом Таркана и обеспечивал надежную связь между стрелком и целью. Прильнув к прицелу, Таркан навел зеленое перекрестие на голову Эльдара в шлеме и выстрелил. Выход пули качнул оружие, но Таркан тут же сбалансировал его. По-прежнему следя через прицел, он ухмыльнулся с безрадостным удовлетворением, когда череп чужого взорвался, и тот упал со столба без головы и большей части верха туловища. Он закинул винтовку на спину. — Цель уничтожена, брат сержант! — Хенрикос поднял кулак, и остальной полубатальон поднялся на склон. Задерживаться в этом месте не было смысла. — Вперед, во имя Горгона! — 250 воинов двинулись в рассеивающийся шторм. Что-то помешало Хенрикосу, когда он вошел в полумрак. Это был сбой механизмов в его бионической руке. Сержант хотел, чтобы она была расслабленной и готовой выхватить клинок, но рука сжалась в кулак. Он заставил ее разжаться, не понимая причины неисправности, и приблизился к пораженным марлокам. Хенрикос остановился, когда увидел, что они делают друг с другом. У одного легионера в груди застрял собственный эвисцератор. Окровавленные зубья меча вращались. Он пытался одной рукой помешать клинку погрузиться глубже, в то время как другая, кибернетическая, толкала меч дальше. Другой воин лежал неподвижно, шлем был смят с собственной силовой булавой. Багровая жидкость вытекала из трещин в лужу вокруг головы. Некоторые пошатывались, наполовину ослепленные, или же были прикованы к земле нефункционирующими ногами. Бионические руки обхватывали горло из плоти и душили своих носителей. Повсюду были вызывающие ужас признаки машинной бойни. Сила веры железных рук была обращена против них. Кратковременная пауза Хенрикоса была вызвана желанием сохранить свою половину батальона и не усугубить без того тяжелое положение. Но какой бы недуг не поразил марлоков, он пока не коснулся десятой железной. — Капитан! — Хенрикос, возрастающий энергией, медленно направился в шторм. Позади него развернулись его братья, вмешиваясь по возможности и не давая самокалечению зайти дальше текущего состояния. — Я вижу, — ответил Медузон. — Клянусь мечом императора, я вижу. — Останови их, брат. — Спаси от самих себя, если сможешь. Связь отключилась на короткое мгновение, и именно тогда Десаан попал в поле зрения Хенрикоса. Кибернетическая рука сжимала зазубренный боевой нож, и он боролся с каким-то невидимым врагом, который пытался вонзить клинок ему в лицо. Хенрикос добрался до него, когда мономолекулярный нож почти пронзил плоть. Его железные пальцы сжались на кисти Десаана, крепко удерживая ее. — Держись, брат! — закричал он, пытаясь взять оружие под свой контроль. Пока Хенрикос боролся, он увидел лица в темноте. Они были быстрыми и нематериальными, как обрывки ледяного тумана, учитывая их призрачный облик. За одним устремилась болтерная очередь, но призрак растворился, прежде чем она достигла его. Раздался многотысячный насмешливый вой, вызвавший отвращение у сержанта. — Бион, это ты? Я не вижу, брат! — голос Десаана был наполнен болью. Его визор был темен, как железная повязка на глазах. — Сражайся, брат-капитан! — призвал Хенрикос. Но бионическая сила Десаана была невообразима. Даже вдвоем они проигрывали, и клинок сдвинулся немного ближе, пронзая плоть. — Быть вы потрошенным собственным боевым ножом! — сказал Десаан с болезненной гримасой. — Не так славно, как я надеялся. — Ты еще жив! — заверил Хенрикос. — Отклонись! Отпустив руку Десаана, он выхватил свой медузонский клинок и насытил его энергией. Это заняло у него на несколько секунд больше, чем должно было. Его железная рука сопротивлялась ему. — Скоро это и до нас доберется. Что ты делаешь? То, что должен! Виск разрезаемого металла заглушил рев, когда Хенрикос начал отпиливать руку капитана. Десаан изо всех сил старался не двигаться и молчать. — Если ты поскользнешься, — прорычал он сквозь стиснутые зубы. — Ты потеряешь голову, — ответил Хенрикос и продолжил резать. Вокруг них отступали призраки, растворяясь вместе со штормом. Как и колдовская власть над кибернетикой железных рук. Последние кабели и сервомеханизмы отделились в потоке масла искр, оставив только наручь. Хенрикос, покрытый каплями пота, резко остановился, и двое железных рук одновременно выдохнули. Ветер нес прерывистые звуки болтерной стрельбы, становившиеся все интенсивнее с каждой минутой. Шторм затихал, и призраки исчезли. К вышедшим из строя марлокам вернулась боеспособность, но осевший песок показывал высокую цену, заплаченную за это. На земле лежало несколько терминаторов, пронзенных собственными мечами и сраженных своими булавами. По крайней мере, еще трое были убиты призрачными воинами, многие получили ранения. Зрение вернулось. Десант поморщился при виде отсеченной конечности, но благодарно кивнул сержанту. Рассудительность не всегда моя сильнейшая черта. Ты высказал свою точку зрения, я свою, больше не о чем говорить. Каждый быстро отдал честь, и вопрос был улажен. Десант снова кивнул, а потом оглянулся. Убитых врагов не было видно. — Здесь вообще был бой? — спросил Медузон, когда перегруппировал десятую железную. — Я поразил одного, и он не мог выжить, — сказал Десант. — Как и я, его голова отделилась от тела, — сказал присоединившийся к ним Таркан. Десант нахмурился. — Даже их смерть труслива, они все исчезли. Разговор прекратился, когда из рассеивающейся темноты появилась фигура. Горжет и левый наплечник были отмечены ужасными повреждениями, которые лишили бы его головы, будь они на сантиметр ближе к груди. Четыре глубокие борозды были оставлены энергетическим оружием. — Как и примарх, — сказал Габриэль Сантар, — лорд Манус пропал. Воля железа Он не мог погибнуть. В тоне Медузона была нотка сомнений, из-за чего Сантар стиснул зубы. — Предательский удар, — пробормотал Десаан. Они все были страшно уязвимы в долине, но он тут же отверг замечание. — Горгона нельзя убить, — заявил он более громко. — Ни один вероломный клинок труса даже не смог пробить его кожу. Это невозможно. — Тогда где он? — спросил Медузон. Хотя пустынная долина вернулась к своему естественному облику, в ней по-прежнему было полно расщелин, скал и разбросанных валунов. Даже беглая оценка давала больше двух дюжин возможных участков, где примарх мог столкнуться с вероломством врага. Десаан понял, что не может ответить. Сантар проследил за его взглядом и включил радиоканал. Несомненно, ничто такое обычное, как ловушка, не могло убить Горгона. — Железнотелый. — Роуман был все еще на линии хребта, медленно направляя свои дивизионы тяжелой поддержки к падине, наблюдать за которой больше не было необходимости. — Ничего не видно, первый капитан, и я не могу прицелиться в ваших призрачных врагов, — добавил уныло. — И сейчас? — спросил Сантар, когда остальные офицеры собрались вокруг него. — Огромная и золотая равнина, но нет следов нашего примарха или его смерти. — Сантар отключил связь, его лицо походило на отшлифованное железо. — Лорда Мануса нельзя убить, — заявил он, взглянув на Десаана. — Но я не брошу его. Если эльдары добрались до него, если каким-то образом поймали в ловушку, тогда мне жаль этих глупцов. Они схватили расплавленный клинок голыми руками и сгорят из-за этого. Его сердитый взгляд нашел Медузона. — Капитан, командуй батальонами. Направь их к местонахождению последнего узла и подтверди его наличие. — Я останусь с пятью-десятью воинами, чтобы начать поиск нашего повелителя. — Мы все еще можем объединиться, подождать армию и направить их на поиски, — сказал Медузон. Сантар был настойчив. — Нет, если они доберутся до нас, тогда я использую их соответственно. В противном случае я хочу следовать приказам Лорда Мануса и найти узел. Кивнув, Медузон отправился собирать легион, а Сантар подошел к своему товарищу и заместителю. — Дай мне пятьдесят своих лучших воинов, приведи Таркана и его снайперов, а также Хенрикоса. Остальные пойдут с Медузоном под его командованием, пока я не вернусь. Понятно? — Да, первый капитан. Десаан задержался. — Я что-то пропустил, брат-капитан? — спросил Сантар. — Где он, Габриэль? — Пока остальные легионеры готовились, Сантар оглядел бесконечную пустыню. — Поблизости, надеюсь. — А если нет? — Тогда я буду верить, что наш лорд сможет выбраться из любых передряг, которые с ним приключились. Ты должен сделать то же самое. — Дело в шторме, Габриэль. Мы сражались с чем-то неестественным. В песках есть невидимые враги. Мир вокруг нас меняется, Вакаал. Ты и я видели это. Некоторые вещи нужно оставлять в темноте. Я не предвкушаю их возвращения. Молчание Сантара намекало на его согласие. Мир, вся галактика менялись. Они чувствовали это. Все легионы Састартес чувствовали. Сантар размышлял, по этой ли причине император вернулся на Теру. И что это значило для их будущего. Даже любимые сыновья императора не знали. И Габриэль видел, как сказывается на его собственном отце, вызванной этим боль. Ожидая Десана, который отправился собирать поисковый отряд, он прикоснулся к собственноручно сделанным выемкам на боевом доспехе и задумался над верой железных рук в Бионику. Кто бы ни были эти враги, они знали сильные стороны легиона и как им противостоять. Плоть и железо были мощным сплавом. Но как в каждом сплаве, чтобы добиться идеальной ковки, нужен верный баланс. В этот момент их металл выглядел дефектным. Возможно, Медузон был прав насчет объединения. Теперь это не имело значения. Они были растянуты, но победят. Это был путь железных рук. Перед ним стояли 50 легионеров, жаждущих действовать, и он встретил их пристальным взглядом. Кто-то или что-то захватило примарха. Сантару необходимо было знать, где и почему. И если он должен убить каждого ксеноса, прячущегося под камнями по этой пустыне, он это сделает. «Квадрант за квадрантом!» — прорычал он. «Не оставляйте ни камня, братья! Вы, личные притарианцы примарха, действуйте как он. Найдите его!» Феррус Манус не чувствовал себя заблудившимся, и тем не менее это место было незнакомо ему. Это была пещера, огромное и отражающее эхопространство, которое вело в бесконечную темноту. Длинная неровная трещина раскалывала сводчатый потолок, и он предположил, что упал в незнакомую расщелину в пустыне. Тусклый солнечный свет проникал сквозь трещину, но растворялся во мраке. Он несколько раз попытался вызвать марлоков, но радиосвязь не работала. Не было даже помех. От ретинальных линз было мало пользы, и после нескольких серий пустых сведений он снял боевой шлем. «Насколько глубоко я нахожусь?» — поинтересовался он вслух. Эхо отсутствовало, несмотря на громадные размеры пещеры. Воздух был свеж и холоден. Он чувствовал его ласковое прикосновение к коже. Но в воздухе был сильный запах масла и чего-то еще. Благовоние. Аромат был приторным, абсолютной противоположностью того, к чему он привык. Это было разложение и гедонизм. Настолько далекое от твердости и дисциплины, насколько было возможно. Когда его улучшенное зрение присоединилось к другим чувствам, ему медленно раскрылось больше деталей окружающей обстановки. Колонны, линялые остатки резных фресок и широкие триумфальные арки, сделанные из камня. Он увидел монолитные скульптуры. Все они были человеческими, но он не узнал ни лиц, ни облачения. Каменные незнакомцы смотрели на него с высока разрушенными временем лицами. Один благородный воин без головы, обвиняющий указывал на него пальцем. «Я не рубил твою голову, брат», — сказал Феррус и зашагал прочь. Как и его голос, шаги Ферруса не оставляли эхо, и он предположил, что это из-за некой особенности геологии. Феррус провел некоторое время с братом Вулканом, который просветил его о достоинствах и отличиях земли и камня. «Покажи мне, как превратить его в нечто функциональное и полезное», — ответил он к большой досаде другого примарха. «В противном случае, в чем смысл?» Даргон и Дракон были похожими и, тем не менее, такими разными. Феррус последовал за ветром, надеясь, что он приведет его к какой-нибудь трещине, которую он мог бы расколоть и таким образом соединиться со своим легионом. Бриз вывел его из огромной пещеры в широкую галерею, которая, однако, напоминала какое-то затонувшее королевство Старой Земли. Колонны подчеркивали длинный темный путь и поднимались к высокому потолку, который исчезал во мраке. Земля под ногами была темной, стояла вонь пепла крематория и сожженной плоти. Смертного это могло вывести из себя, но Феррус далеко ушел от подобной слабости, рожденных во плоти. Черный песок. Мысль пришла незванной, когда он посмотрел на свои ноги. «Точно, как в долине, возможно, гробница или мавзолей», — вслух посчитал он. Но здесь не было ни крип, ни даже реликвария, только галерея, которая воняла смертью. Куски отражающего обсидиана, черного как земля, мерцали в свете кристаллов, когда Феррус миновал галерею. Он мельком увидел что-то, или скорее часть образа, в прозрачном камне. В бездонной тьме пылал огромный пожар и что-то еще. Оно было знакомым и в то же время чужим. Словно хватаясь за разбитые осколки сна, Феррус не мог удержать образ целиком достаточно долго. Чтобы четче разглядеть. Где бы он не останавливался для лучшего обзора, обсидиан отражал только лицо примарха, суровое и раздраженное. Возможно, это был очередной каприз света и геологии этого места. Несомненно, в нем было что-то уникальное. Феррус сопротивлялся порыву извлечь сокрушитель на ковален и разнести камень на куски, зная, что ничего не добьется этим, и отогнал желание. Меня не проведешь так легко, подумал он и упрямо продолжил путь. Он почти вышел из длинной галереи, когда что-то еще кольнуло чувство примарха. Феррус услышал плач. Может быть, проделка ветра? Он не чувствовал дуновения, но звук разносился довольно легко. Это была скорбная песня, нечто столь зловещее, что просачивалось в его душу и наливало свинцом конечности. Примарху не приходилось когда-либо испытывать печаль. Она причиняла ему боль при утрате сыновей в битве, но это был риск, неотъемлемый, при том назначении, ради которого их создавали. Он принимал его, он никогда не чувствовал истинную утрату, и вот теперь она овладела им, видимость реальной. Его разум наполнили образы братьев, убитых или близких к смерти, труп его отца. Что это? Гнев вытеснил печаль, когда Феррус понял, что стал жертвой очередного колдовства чужих. Он не поддался ему, вернув силу своему телу только для того, чтобы печальная песнь изменилась в что-то еще, нечто худшее. В воздухе звучали предсмертные крики, словно в этом мрачном месте задерживались какие-то призраки, вновь переживая свои последние мгновения перед смертью. «Выходи!» — потребовал Феррус, разыскивая колдуна, который изводил его своими чарами. «Покажись, или я разорву это место на части, чтобы найти тебя!» Его вызову ответил низкий скрежет далеких двигателей, режущая слух крещенда, интенсивность стрельбы и дикие вопли воинов. Тысячи звуков битвы смешались в ужасающую какафонию, принуждая к убийству и смерти. Вокруг примарха развернулась картина битвы, и только ее он мог слышать, да и то с огромной дистанции, возможно, через само время. Феррусу не было необходимости видеть ее, чтобы понять, где бы и когда бы она ни происходила, это был ад. Пока иллюзорная война продолжалась, он распознал голос, от которого у него застыла кровь. Губы примарха покинул скрежет, слабо подходящий повелителю битвы. Габриэль! Он остановился и попытался прислушаться, надеясь, что таким образом опровергнет свои подозрения, но грохот стих, и вместо него помещение наполнила тишина. Дыхание слабое и частое. Под боевым доспехом, выкованным собственноручно полубогом, тяжело поднималась грудь. Окружившая его внезапная тишина вызвала у Ферруса новую и нежеланную тревогу. Маленький шаг, неуверенный и осторожный, снова вызвал ад в разуме. Еще один. И крики стали громче. Еще и они почти оглушали. Габриэль! Феррус сердито всматривался в темноту, изучая каждую колонную, каждую тень в поисках своего первого капитана. Взбешенный и недоверчивый, он не отдавал себе отчета. В его измученном разуме Габриэля Сантара жестоко убивали. Затем других. Десаан, превращенный в пепел атомным пламенем. Рууман, заколотый полудюжинный спад. Даже Кистер, магистр астропатов, выплевывающий кровь и застывший в предсмертной конвульсии. Тысячи умирающих голосов кричали одновременно. Феррус ударил по земле и понял, что стоит на коленях. Атакованный апокалипсическими видениями, он поднял серебряные руки колбу в попытке отогнать их. Невозможно! Он увидел нечто столь ужасное в своем происходящем на его сне, что едва мог смириться с ним, не говоря уже о том, чтобы выразить словами. Более слабое существо могло сломаться, но он был горгоном и обладал ментальной силой, которую ему немногие бы приписали. Желеман знал о ней и сказал ему, когда им представилась возможность поговорить наедине. Кобальтовый и черный были могучей смесью, негнущимся сплавом. Он упрямо встал, сначала одной ногой, потом другой. Только решимость, которая видела изрытые горы и побежденных одной рукой чудовищ, могла разрушить такие сильные чары. Он чувствует тяжесть в спине, как и в руках. Я выдерживал большее бремя. Гнев придал стойкость. Она стала расплавленным источником, из которого Феррус черпал силы, сожжатыми от ярости кулаками. Он зарычал на тени. «Ложь! Ты показываешь мне эту фальшь и ждешь, что я поверю в нее. Чего ты хочешь добиться? Ты пытаешься свести меня с ума?» Его последние слова отзывались эхом снова и снова. «Я выдержу. Моя воля нерушима». Стиснув зубы, Феррус пробирался сквозь ужас повторяемого сна и снова видение мучительной смерти Габриэля. Оно накатывалось на него опустошительной волной. «Габриэль!» Гибель всех до единого верных морлоков сложилась в одну бесконечную бойню. В хватке примарха с едва сдерживаемым неистовством гудел вырванный из ремней сокрушитель наковален. Молот желал, чтобы ему дали волю, но, как и его хозяин, был разочарован. Реальных врагов не было. «Боишься посмотреть мне в лицо?» Темнота не ответила на вызов, если не считать гула бесконечной войны. В периферийном зрении горгона вспыхнуло пламя. Обсидяновые осколки были наполнены им. Смысл образов ускользнул от него. Ему осталось только одно. Обвалилась часть стены, расколотая яростью Ферруса. Прозрачный камень разбился, ударившись о землю. Но за этим не последовало ни огня, ни предсмертных криков. Второй удар разрубил на двое колонну, и примарх наклонился в сторону, чтобы избежать падения кристаллического дерева. Удар не был неистовым, а скорее резким и точным. Феррус двигался целеустремленно, тщательно выбирая удары и наблюдая за их последствиями. Он искал брешь в колдовских чарах, который он мог бы воспользоваться. Проведя целую жизнь в попытках избавиться от слабости в теле и разуме, горгон знал, как ее находить. Поэтому он продолжал идти. И медленно покинул галерею и ее ужасы. Когда он приблизился к выходу из помещения, к шуму битвы присоединился другой звук, скрываясь внутри первого, который только примарх мог слышать. Звук был шипящим и нес с собой шорох чего-то змеиного. Глаза следят, холодные змеиные глаза. Кто-то охотился на него. Он уловил мелькнувший хвост, образ чешуи, отразившийся огонь от обломков обсидиана. Ярость уступила место спокойствию. Он не какой-то упертый щенок, подстрекаемый хитрыми уловками. Я горгон. Я медуза. Шоп отвернулся в этот разгром позади него. Сердце Ферреса успокоилось, когда он попытался засечь звук. У него не было источника. Он раздавался повсюду и нигде. Мысленно примарх развернулся, чтобы встретиться со своей немезидой и расколоть очередной кусок галереи мощью сокрушителя наковален. Вместо этого он опустил молот и позволил ему упасть на землю с глухим металлическим стуком. «Ты видишь веревочки на моих руках?» Спросил он тень, подняв сокрушитель наковален за спин. Подняв сокрушитель наковален на спину. «Я-то думал, что нет», — сказал Феррес после короткой паузы и медленно вышел из галереи. Кровавые образы и рев войны остались позади. Зернистый свет разогнал темноту, но осветил только небольшую часть расселины, за исключением уползающей местной живности. Сантар нашел щель в пустынной скале, достаточно большую для его тела, расширяющуюся трещину в подземный мир, который, казалось, полностью поглотил его отца. Но никаких следов не было. Его холодный голос раздался по радиосвязи. Ничего. Это был один из многих тупиков. Он знал, что 50 легионеров, разбитые на небольшие поисковые отряды, прочесывают впадину и пустыню за ней. На данный момент безуспешно. Несмотря на их усилия, они не приблизились к обнаружению примарха. Уделив половину своего внимания данным авточувств, бегущим по ретинальным линзам, Сантар пристально посмотрел на солнце. Пылающая сфера вернулась, более зловещей после того, как рассеялось колдовское облако. Воспоминания о психической атаке на легион не спешили уходить. Он сжал бионическую руку, наполовину ожидая, что она не подчинится его невральным командам. Она подчинилась. Сантар снял боевой шлем и позволил жаре накрыть его. «Меняющийся мир», — подумал он вслух. Открыв канал связи, он обратился к Десаану. «Как мог подобный горгону просто исчезнуть, брат?» Сантар обвел взглядом равнину. Она была огромной и холмистой, но усыпанной скалами и пещерами. Он сомневался, что даже с флотом штормовых птиц они найдут их цель. «Каждый метр этой впадины нанесен на карту и изучен. Что мы пропустили? Что-нибудь из сенсориума твоего визора?» Раздался щелчок, когда Десаан перепроверил данные. «Остаточные энергетические показатели, но ничего, что мы могли бы отследить. Ничего такого, что имеет смысл». После паузы он спросил, его действительно могли убить. Сантар приказал вести поиски только из-за слабой надежды. Глубоко внутри он знал, что его повелитель пропал и найдется только когда пожелает или скорее захочет этого. Беспомощность не была тем чувством, что доставляло удовольствие первому капитану. Нет, его схватили, и я хочу знать почему. Сантар собирался продолжить, когда получил входящий сигнал. Медузон запросил доклад о продвижении боевой группы и предоставил обновленную информацию первому капитану. Первые дивизии армии появились на серповидной линии хребта, возвышающемся над долиной. Они были медленными, но встроенными. Пехотинцы маршировали перед танковой колонной. Машины механикум расположились на флангах вместе с боеспособными часовыми. Прошло больше времени, чем он думал. «Принято», — передал он Медузону. У него было ощущение, что он поперхнулся песком. «К нам прибыли армейские дивизии. Удерживайте позиции и ждите подкреплений». Сантар снова переключил каналы и прорычал по рации. «Перегруппироваться!» Десант первым ответил. «Медузон?» Сантар кемнул. «Они нашли узел». Десант насмешливо фыркнул. «Славный день, мы уходим!» «Ты уже знаешь ответ, брат капитан. Почему такое ощущение, что мы бросаем его?» Остальные присоединились к ним, и теперь пятьдесят легионеров шли снова вместе. Отсутствовали только Таркан и трое других снайперов, потому что так и есть. Десант нахмурился, но оказался достаточно мудрым, чтобы придержать язык. «Брат Таркан!» — произнес Сантар. Он смотрел на край пустынной впадины, где она переходила в большую равнину. Там построились воины Десятой Железной. «Мы уходим!» Ответ Таркана был неожиданным. «Я кое-что нашел, лорд Сантар!» За сводчатым выходом из галереи лежала другая пещера. Перед Феррусом открылся огромный подземный зал, намного больше предыдущего. Его сводчатый потолок терялся в темноте, хотя он разглядел тонкую линию и трещины в вершине. Бездну раскалывал надвое узкий каменный мост. Его естественные опоры терялись во мраке. Под мостом простиралась бесконечная губительная тьма. Феррус презрительно усмехнулся без чести у такой смерти. Он провел взглядом по каменной дороге, проследив ее траекторию через темноту до широкого плата. От него поднималась лестница с узкими и крутыми ступенями. Не успев осознать, Феррус уже стоял у подножия лестницы, глядя вверх. Вдоль нее тянулись монолитные статуи, как те, что были в первой пещере, только намного, намного массивнее. Каждая носила патрициальные мантии. Руки были сложены на груди, а пальцы сплелись в форме аквилы. Статуи различали только их лица. Тотемические маски скрывали их истинные сущности или, возможно, обнажали их. Феррус чувствовал, что то и другое могло быть верно. Когда примарх сделал первый шаг, его взгляд привлекла одна из них. У нее были вместо волос вьющиеся змеи, как у Гаргоны из древнемекенского мифа. Он потянулся к ней, хотя статуя была слишком далеко. Другая представляла скелетообразный аспект самой смерти в капюшоне, сжимающей косу, которая врезалась в ее костяной лоб. Лицо третьей было расколото надвое, как у Януса из старой романийской легенды. На примарха смотрели две маски, а не одна. Но было ошибкой считать, что у Януса только два лица, так как у него их было много. Феррус увидел изображение жестокого рычащего пса и почувствовал, как просыпается гнев, когда прошел мимо. За ним был стоический дракон с гребнем из живого пламени. Геральдический рыцарь стоял рядом с более темным близнецом, один со щитом, другой с булавой. На спине одной из статуи раскрылись кожаные крылья. Ее маску летучей мыши было трудно отличить от человеческого лица, наводя мысль о странном отсутствии человечности. Были другие. Конь с развивающейся гривой, хищная птица, благородное человеческое лицо, увенчанное лавровым венком, лев под монашеской сутаной. Процессия состояла из двадцати статуй. Некоторые были знакомы ему, другие меньше и выглядели не так, как он ожидал. У них были неуловимые отличия, даже отклонения, которые Феррус нашел беспокоящими. Только две были абсолютно незнакомы ему. Их маски были исцарапаны и почти уничтожены. Последняя статуя стояла посреди лестницы и смотрела на Ферруса. Он поднял взгляд, чтобы разглядеть ее. В отличие от остальных, у этой статуи руки были раскинуты, словно желая обнять его. На ней была мантия каменщика, но более красивая и вычурная. Ее маска была прекрасна, почти идеальна, если бы не угловатые смотровые щели и неровности на искусственных скулах. Фолгрим. Феррус не собирался произносить имя брата вслух, но как только оно покинуло его уста, он узнал возвышающегося над ним титана. Воспоминание о народной вернулось ностальгическим потоком, но в них была горечь, даже насмешка. Статуя улыбалась. Казалось, маска не изменилась, и все же в уголках ее рта был легчайший изгиб. Жажда покарать заставила его серебряные руки самовольно сжаться в кулаки. Она завладела им без причин и оснований, но вызвала такой гнев, такое чувство, предательство. Феррус покачал головой, словно прогоняя долгий сон. «Опять колдовство», — мрачно подумал он, решив, что отдельно разберется со своими преследователями-чужаками. И тогда вернулся его шипящий спутник. В этот раз он не был столь заметен. Звук раздался вместе с дуновением ветра или же смещением старого камня. В шорохе звучало что-то еще, и только такое существо, как примарх, мог это понять. Смысл было трудно отделить от нелогических противоречий элементов, скрытых в шипящей модуляции призрака. Это было слово или фраза, но на данный момент оно оставалось загадкой. Охотник был позади него. Феррус услышал шорох его чешуйчатого тела по нижним ступеням. Окутанный тьмой, из-за которой внизу ничего не было видно, но тем не менее он был там. Феррус представил, что преследователь ждет, медленно поднимая и опуская свое тело. Его язык пробует воздух на предмет его запаха. Он был терпеливым и находчивым охотником. Он ударит в нужный момент, когда добыча не будет знать о его присутствии. «Я тоже могу быть терпеливым, мой враждебный странник», — тихо сказал Феррус и удивился своему спокойствию. Феррус печально вздохнул. Возможно, ему передалось немного прагматизма вулкана. Лестница вела дальше, и у него не было времени задерживаться, и желания тоже. Здесь скрывалась смерть. Он чувствовал ее в холодном воздухе и медленном срастании своих костей. Если он задержится достаточно долго, она найдет его. Когда Феррус быстро преодолел следующий пролет, он попытался выбросить из головы образ Фулгрима и то, как статуя внушила мысль о предательстве охотники, следовавшем за ним. Он понял, что не попал ни в какую расщелину. Это была не пустыня. Это было что-то еще, что-то иное. На что я смотрю Таркан? Сантар и Десаан стояли рядом со снайпером и еще двумя железными руками из десятой. Боевые братья Таркана молчали. Их пристреленные болтеры были опущены. Таркан присел и указал пальцем на углубление в песке. След, сказал он, очерчивая контур впадины. Здесь. Отпечаток ноги, предположил Десаан, пропустив след через спектр визора. Для нетренированного глаза он был просто еще одной неровностью пустыни. Несколько поправил его Таркан, указав на несколько следов, которые тянулись от первого назад. Следы заканчиваются здесь, добавил он, посмотрев на Сантара. Ретинальная оптика снайпера была точной и безошибочной, как его прицел. Бионический глаз Таркана щелкал и гудел при настройке. Где они начались? Спросил Сантар, пытаясь проследить следы к начальной точке. По моей оценке, в пустынной впадине. Они принадлежат отцу? Таркан медленно кивнул. Найденный ими след ботинка был большим и глубоким. Только благодаря его размеру и углублению, песок не замел его слишком сильно. «Обратите внимание на более сильный нажим носка», — сказал Таркан, вытянув боевой нож, чтобы лучше объяснить. Сверкающий, мономолекулярный кончик проткнул край следа. «Он бежал», — сказал Десаан. Сантар нахмурился и посмотрел на исполосованный солнечными лучами горизонт, словно ответ ждал там. «Но от кого?» «Или к кому», — предположил Десаан. Не было ни крови, ни обожженных меток, ни признаков борьбы. След просто закончился. Сантар снова нахмурился. Подавленный таким поворотом событий. «Хорошая работа, брат Таркан», — сказал он, повернувшись. Десаан был в замешательстве. «Разве мы не продолжим поиск?» «Нет смысла», — сказал Сантар. «Где бы ни был лорд Манус, мы не можем добраться до него. Мы нужны медузону». Ответ Десаана был тихим и предназначался только Сантару. «Мы не можем просто бросить его брат». Первый капитан остановился, чтобы посмотреть на остальных. Таркан поднялся. «Сейчас у нас нет такой роскоши, как выбор, Ваакал. Мы все еще на войне. По крайней мере, здесь мы можем что-то сделать». Десаан неохотно согласился. Он мало что мог сделать. Это относилось ко всем. Двигаясь по следам дивизий армии, 50 легионеров ушли из пустынной впадины и оставили своего примарха его судьбе. Птица. Нет, не просто птица, но огромная птичья тварь, сравнимая по размерам и размаху крыльев со штурмовым кораблем, чье великолепие давно угасло. Ее прежде жуткие мышцы зачахли и атрофировались, а крылья, которые когда-то могли быть позолоченными, теперь были изорванными и потускневшими. Ее кожа свободно свисала со скелета, как пернатая мантия непомерно большого размера. Под ней кучей ужасных переломов торчали кости. Это был падальщик, чья последняя трапеза была далеким воспоминанием. Мифы многих культур рассказывали истории о грифонах, Василисках и Гарпиях. По словам бардов и сказочников, подобные твари истребляли целые цивилизации. Даже в своем ослабленном состоянии это чудовище убило бы их всех. С легкостью. Феррус замедлился, приближаясь к существу. «Тебе непросто будет проглотить меня», — пообещал он, приближаясь к вершине каменной лестницы. Когда Феррус достиг последних нескольких ступеней, он понял, что птица не одна, но их две, и они не падальщики. Это была пара орлов, хотя и чахлые. Каждый из них с любопытством смотрел на примарха одним глазом, словно зная нечто, во что примарх не был посвящен. Другой глаз ослеп из-за какого-то несчастья. Когда он подошел к ним, с их клювов сорвался крик, душераздирающий и гнусавый по своей тональности. Гаргон потянулся за сокрушителем на ковален, но пальцы так и не коснулись рукояти, когда он понял, что пара орлов не собирается нападать. Вместо этого существа расправили свои некогда огромные крылья и взлетели. Убивать их было жалко, хотя, возможно, смерть покончит с их страданиями и станет актом милосердия. Удивившись тому, как он обрадовался, воздержавшись от убийства, Феррус проследовал за первой птицей, которая полетела в темноту пещеры. Достигнув трещины в потолке, орел исчез. Феррус позавидовал его крыльям, какими бы слабыми они ни были. Птица, несмотря ни на что, тяжело влетела в золотой свет. Его сыновья были наверху, отделенные от своего отца позолоченной трещиной под брюшье мира. На несколько мгновений тень орла задержалась, и Феррус почти мог потянуться и коснуться ее. Второй орел полетел дальше в пещеры. Вопреки первоначальному убеждению, Феррус понял, что пара птиц не была полностью идентичной. В то время как первая была мудрой и суровой, у второй птицы была более благородная и потрициальная манера держать себя, несмотря на потрепанный внешний вид. Вызывающий, подумал примарх, даже знакомый. Птица скользнула через открытый портал, вырезанный в каменной стене пещеры. Арка своим скульптурным стилем напоминала цивилизованную культуру, подобную старым империям древней романии. Она вела в следующий зал, освещенный звездным небом. «Снова холодный камень», — подумал он вслух, когда показались скалы из темного гранита. Разочарованный чувством собственного бессилия, Феррус начал полагать, что эта дорога бесконечна, что в этом лабиринте нет смысла. Было бессмысленно сражаться с тем, над чем у него не было власти. Хотя это противоречило его инстинктам. Примарх уступил судьбе. Пока. Он доберется до конца своего путешествия, когда тот, кто поймал его в эту ловушку, посчитает, что момент наступил. Тогда он уничтожит это существо со всей яростью медузы. Что бы ни скрывалось внутри лабиринта, оно не было непобедимым чудовищем. «Я убивал етунов», — сказал он самому себе. «Я убивал ледяных змеев голыми руками. Ты рискнул завлечь ловушку Горгона». Небесные созвездия, освещавшие его путь в следующую комнату, были вовсе не звездами. В стены были вставлены скопления драгоценных камней, сверкающие в окружающем свете. Порог был малопримечательным, всего лишь испещренная алмазами скала. Примарх услышал слабые хлопки крыльев, звучащие, как далекое эхо. И так как не мог летать, то последовал за вторым орлом вглубь освещенной звездами тьмы. Феррус почувствовал запах мертвечины и холод. Что-то металлическое кольнуло его язык. Зуд вокруг шеи начал раздражать и гореть. В воздухе шипело дыхание змея. Его агрессивный попутчик вернулся. «Ты, наконец, пришел за мной?» Феррус извлек сокрушитель наковален и небрежно держал его одной рукой. Оружие задиристо гудело в его хватке. «Я раскалю твой череп, как яйцо, тварь!» Змей держался на расстоянии, двигаясь на периферии его чувств. Тварь знала, что примарх не станет бросаться в темноту и атаковать ее. Феррус должен подождать. Он выходил из себя, и существо знало об этом. Но помимо простого подстарикательства, у змея была другая цель в предотвращении схватки. Он хотел, чтобы примарх сначала увидел кое-что то, что змей сделал для него. Дальнюю часть комнаты словно затянула полосой из черного холста. Свет фальшивых звезд потух. Феррус стоял у ее границы, собираясь ступить в затемненный мир. Казалось, он уменьшал даже его силуэт, очерченный прозрачным светом. А затем все изменилось. Темнота разделилась, как занавес. Один за другим драгоценные камни погасли. Линзы словно омыло перерезанной артерией. Кровавое зарево осветило помещение. Перед Феррусом раскинулась отвратительная бойня, и он нахмурился от ее омерзительности. Воздух наполнил запах крови, отягощенный горьким привкусом. Он смутно осел в углах покрытого каменными плитами пола и поднимался по влажным стенам грибковой заразой. Белоснежный зал измазали следы рук и ног, скользивших в грязи. Мужчины и женщины умерли в этом месте на коленях, моля о своих жизнях, в то время как палачи держали клинки у их шеи и животов. Стены увешивали цепи с ключами, покрытые слоем мяса и готовые принять пир плоти. В разуме Ферруса появились образы ржавых сикачей, зазубренных резаков и костных пил, хотя ни один из этих инструментов мясника он не видел. Вместо этого с потолка на кусках сухожилий свисали головы, сотни отсеченных голов лениво покачивались на ветру, медленно поворачиваясь и демонстрируя весь свой ужас. Их лица застыли в выражениях муки, некоторые с открытыми ртами в безмолвных криках, другие со стиснутыми от агонии зубами. Озабоченный сыпью под горжетом, Феррус снова почувствовал призрачную боль от нанесенной ножом палача раны, которую он никогда не получал, или, пожалуй, не сейчас. Мысль возникла неосознанно, словно ее внушили. Феррус был слишком шокирован, чтобы сопротивляться ей. Открытие накладывалось на открытие, пока он, наконец, не узнал воина в лицах, висящих перед ним голов. Измученный, искаженный от невыносимой для смертного боли, Феррус никогда раньше не видел настолько кошмарного зрелища. Каждое лицо принадлежало ему. Ярость железа Выступая из песка, наподобие обломка изогнутой кости, он выглядел достаточно заметно. Когда Габриэль Сантар прибыл на поле боя, он задумался, почему они так долго искали эльдарский узел. Уничтожьте узлы и нарушите сплоченность врага. Как и в случае с оборванной линией связи, тогда возможность эльдаров координировать свою оборону была бы серьезно затруднена. Разрушьте узлы и разбейте врага. Это были приказы лорда Мануса. Как его легиону, так и братьям, ведущим войну где-то еще на 1-5-4-4. То, что примарх так не увидит, как осуществится его план, причиняло боль. По этой и многим другим причинам первый капитан очень хотел, чтобы повелитель был с ними. Марлоки вместе с небольшим отрядом снайперов Таркана вернулись к голове многочисленной танковой колонны армии. То, что осталось от армейских дивизий, в основном даганские истязатели и часть вериданских карактов, прошли этот путь, цепляясь за поручни или сидя на башнях более крупных машин. Некоторые механизированные части тоже осилили пустыню и вместе с несколькими часовыми везли оставшихся сааванских масонитов. Потрепанные части на все же подкрепление. Судя по безвыходной ситуации с узлом и его защитниками, они прибыли недостаточно быстро. Сам узел был огромен и прикрыт потрескивающим энергетическим щитом, который железные руки пытались разрушить. Сантар не видел ни источника энергии, ни объекта, который они могли атаковать и уничтожить, чтобы сокрушить оборону. Щит генерировали какими-то другими способами, неизвестными им. Тяжелые попадания расцвели ярко лазурными взрывами, и щит колыхнулся, рассеивая их взрывную энергию по своей изогнутой поверхности. Рууман отказывался признавать поражение. Его рапиры и ракетные батареи вели непрерывную стрельбу, наполнив воздух шумом и актинической вонью. Клубы дыма слились в пелену, которая опускалась с вала, на котором железнотелый расположил свои дивизионы на наступающие внизу роты Медузона. Сантара встретил Бион Хенрикос, который резко отдал честь, увидев первого капитана. Пока Медузон следил за битвой, он передал командование над Железной Десятой громадному сержанту. Эти воины с нетерпением ждали боя, в то время как авангард Медузона с марлоками на острие пытался пройти несколько сот метров открытого пространства и приблизиться к щиту. «Ты можешь использовать армейские дивизии?» — спросил первый капитан, прежде чем Хенрикос смог озвучить приветствие. Времени на соблюдение любезностей не было. Среди офицеров Железных Рук сержант более всех сопереживал людям. Сантар просто хотел воспользоваться этим и сделал это в своей небрежной манере. Ни слова не было сказано об операции или примархе. Сержант был не в праве задавать вопросы, тем не менее бросил быстрый взгляд на Десана, который стоял в шаге за первым капитаном. Должно быть, Десан коротко покачал головой, потому что Хенрикос напрягся от горя и гнева, но быстро вернулся к своим обязанностям. К чести сержанта он провел оценку состояния прибывающей колонны. Чуть меньше пятнадцати тысяч человек и шестьдесят три исправных машины, сказал Хенрикос. Да, милорд, думаю, я смогу использовать эти части. Сантар кивнул. Хорошо. Они потрепаны, брат сержант, предупредил он. Готовы к бою, возразил Хенрикос. Улыбнувшись внутри шлема, Сантар согласился. Действительно. Ему нравился этот Хенрикос, его упорный дух. Где капитан Медузон? Могучие ряды плазменных пушек и орудийных платформ Тарантул грохотали по всей боевой линии, наполняя тыловые эшелоны светом и громом. Хенрикос подождал несколько секунд, пока их залп не стихнет, после чего указал на северо-восток, где располагался командир. Сантар увидел Медузона и его свиту, но его взгляд последовал далее к щиту, после того, как плазменные следы и дым от тяжелых болтеров рассеялись. Он ожидал увидеть трещину в альдарской броне, даже разлом. Ничего. Щит все еще держался. «И так весь последний час», — сказал Хенрикос. Сантар недовольно заворчал. «Немедленно подключайте артиллерию армии, я хочу услышать ее с передовой линии, когда буду стоять рядом с этим энергетическим щитом. Мы пробьем брешнем ради тебя, милорд. Следи за тем, что делаешь. Плоть слаба, но эти танки и стали», — напомнил он Хенрикосу. Сантар больше не стал задерживаться. Он направился к Медузону. «Десант со мной», — прорычал он, наблюдая за безрезультатным обстрелом, который продолжал поливать щит. «Их сопротивление впечатляет», — сказал капитан Десятой Железной, когда подошел Сантар. «Ты кажется удивленным». Медузон держал голопланшет в бионической руке и оценивал тактические диспозиции своих сил. Тяжелые дивизионы вели поддерживающий огонь, в то время как три клина железных рук из шестнадцатой, тридцатьчетвертой и двадцатьседьмой клановых рот непрестанно атаковали укрепленные траншеями позиции Эльдаров. Сантар узнал символы кланов Варганан, Бургхар и Фелк, неутомимо сражавшихся впереди. Он знал, что в центре, где огненный шторм был наиболее ожесточенным, он найдет клан Аверни, своих марлоков. Судя по неподвижности ветеранской роты, они тоже зашли в тупик. Ни один из железных рук так и не добрался до самого щита. Крупные силы Эльдаров перед ним, действующие в качестве волнолома, также отступали за него. В резерве находились воины клана Саргол из Железной Десятой, друзья и родня самого Медузона, а также кланы Кадаран, Лакопт и Унгавар, которые вели сильный огонь с возвышенности. Даже со всей имеющейся в их распоряжении мощью железные руки не могли пробить Эльдарский экран. В пятистах метрах перед ним сражались воины из плоти и железа Медузона. Ряды легионеров неумолимо шагали в пасть врагу, болтеры вели постоянную стрельбу. Медузон расположил среди основной массы батальонов, меньшие дивизионы, конверсионных излучателей и гравитационных пушек, которые выдавали себя с парадическими дульными вспышками и искрящимися лучами энергии. Но враг был непоколебим. «Они крепче, чем ожидалось», — признался Медузон. На его боевом доспехе чернели следы от ожогов, указывая на то, что он ранее пытался взять штурмом аванпост и был отбит. «Думал, они легко уступят, брат-капитан». Голова Медузона слегка дернулась, когда он понял, что с Антаром нет примарха. «Гаргон?» — спросил он, хотя его тон подсказывал, что он не был уверен. Хочет ли знать ответ. «Исчез!» «Когда он вернется?» Он не предполагал, что примарх погиб. Это было недопустимо, но тень такой вероятности прошла по лицу Медузона, подобно темной тучи. «Он вернется?» — проскрежет талон. Кулаки сжались по собственной воле, когда на него снизошла мстительная ярость. «Мы не смогли найти его, у Сантара не было ответа. Он будет зол, когда вернется». Сантар указал на голопланшет и медленные маневры войск, изображенные на нем. «Вот, что я хотел бы видеть». «Они полностью окружены», — сказал Медузон. Резервные части железных рук выдвинулись, окружив узел и его защитников в кольцо черного керамита. «Тем не менее, осаждать врага — это не наш путь, не так ли, Шадрак?» Медузон свирепо улыбнулся. «Да, первый капитан, не наш. Они стойко держатся. Кажется, ты восхищаешься ими». Сантар не отводил глаз от голопланшета, думая и планируя. В качестве адъютанта он многому научился у Ферруса Мануса. Гаргон часто стоял в тени Желемана, но он был столь же искусным тактиком. Другие заявляли, что его единственным недостатком была его упертость, делая его немного близоруким. Хотя Сантар никогда не говорил об этом вслух, он считал, что у Гаргона также не было терпения боевого царя в бесконечной проработке планов действий. «Восхищаюсь ими?» «Нет», — ответил Сантар с абсолютной уверенностью. «Я хочу лучше понять их, чтобы уничтожить». Затем он добавил, «Ты хоть раз пробил энергетический щит?» «Мы даже не добрались до него. Я ждал их капитуляции, когда они столкнулись с нашим очередным численным превосходством, первый капитан. Это логично. Возможно, в альдарской культуре нет понятия неизбежности». Молчание Медузона подразумевало, что он не понял сказанного. «Какие предложения?» спросил Сантар. «Ударить их посильнее, бросить больше воинов на укрепления, пока они не падут. К счастью, я привел с собой тех, кому не терпится воссоединиться с членами этого его клана». Морлоки позади него рвались в бой. Медузон бросил на них быстрый взгляд. «Тоже голодны». «Война далекая от утонченности занятия, Шадрак», — сказал Сантар. «Иногда ты просто должен воспользоваться дубинкой побольше. Покажи мне, куда бы ты хотел, чтобы она ударила, и мы проделаем эту брешь для тебя». Звучит ободряюще. Медузон поднял руку, прервавшись, чтобы выслушать доклады по радиосвязи от разных командиров, выдвигавшихся или меняющих позиции. Закончив, он посмотрел на Сантара. «Я посчитал, что ты примешь командование после своего возвращения, первый капитан, и уже отправил диспозиции наших частей на твои ретинальные линзы». «Нет необходимости», — сказал Сантар. «Ты командуешь, брат. Я хочу испачкать свои когти в крови ксеносов». Медузон ударил кулаком по груди, не сумев сдержать свою гордость за оказанное первым капитаном доверие. «Тогда пусть обрушится твоя ярость, милорд». Когда слова запечатлились в радиоканале Сантара, на его ретинальном дисплее вспыхнул значок. На него наложилась диспозиция других частей. Оставшиеся марлоки наносили главный удар, сойдясь с альдарами в ближнем бою. Здесь оборона была самой крепкой. Здесь чужие носили более тяжелую броню и располагали самым мощным оружием и орудийными платформами. Даже на расстоянии битва выглядела свирепой. Игнорируя бойню, в которую он почти вступил, Сантар тщательно изучил дальние щиты, словно мог разглядеть слабость, просто взглянув на него. «По-твоему, как глубоко он простирается, брат?» Медузон проследил за взглядом первого капитана. Он улыбнулся, когда понял, на что намекает Сантар. Сантар прикоснулся пальцем к горжуту, чтобы открыть канал связи. «Железнотелый!» Руман ответил между двумя громкими залпами тяжелого оружия. «Мне нужно, чтобы ты сделал кое-что для меня», — сказал Сантар и передал план. «Ты молод», — сказал Медузон, когда первый капитан снова отключил канал связи. Молниевые когти Сантара выскользнули из ножен. Он выпустил потрескивающую энергию по лезвию. Значит, настало время, как следует врезать. С показным и кипящим высокомерием Сантар прошел через ряды железных рук, которые расступались перед ним и его свитой марлоков. Он прикрепил шлем магнитными зажимами к набедренной пластине. Капитан был более уязвим без него, но воинам вокруг него нужно было видеть его лицо. В отсутствие примарха он должен был вдохновлять. За маской свирепости он скрывал желание сражаться рядом со своим повелителем. Он не мог себе представить, что когда-нибудь будет не так. Сантар поднял железный кулак и заревел. «Железо и смерть!» Настойчивый голос внутри Сантара проник в воинственный клич и гремел откликом его подчиненных, которым было сложно пренебречь. «Отец, где ты?» Феррус нахмурился. «Жалкие трюки», — решительно заявил он, хотя ни один из висящих черепов, оказалось, не слышал его. Смерть не лишила присутствия духа Гаргона, даже перспектива собственной. Давным-давно в безлюдных пустошах Медузы он смирился с неизбежностью собственной смерти. Он проживет больше большинства людей, возможно, даже тысячелетия. Кто мог сказать, где пределы генетической науки императора? Но он был воином, а воины, в конце концов, встречают свой конец на острие меча. Феррус надеялся, что его смерть будет славной. Он также надеялся, что однажды наступит мир. Но без войны размышлял он, чем станет его предназначение. Хмурый вид превратился в усмешку, и губы Ферруса саркастически изогнулись при виде подвешенных образов, предвещающих его гибель. Гаргону, обуреваемому праведным негодованием, пришлось сопротивляться желанию уничтожить их всех. Даже без иллюминации драгоценных камней видимость была достаточной, хотя свет пылал багрянцем и пульсировал, как вена. Черепа были достаточно далеко друг от друга, чтобы пройти, не касаясь их. Дуновение ветра развернуло одну из голов лицом к Феррусу. Он улыбнулся мертвому двойнику со щуренными холодными глазами. «Я бы сделал более симпатичный труп», — сказал он и улыбнулся. Замечание больше подходило фулгриму. В ответ на мысль о брате в ушах примарха раздался знакомый звук — шипящий диссонанс, который следовал за ним по пятам. Охотник вернулся. Возможно, он никогда не уходил. Феррус обратил на него все свое внимание, потому что угроза была реальной и близкой. Он был с ним в пещере, скользя рядом, повторяя каждый его шаг. «Выходи на свет, трус», — прорычал примарх. «Я хотел бы видеть врага, который хочет убить меня в сотню раз. Я докажу ошибочность такой самонадеянности, даже если ты умрешь только один раз». Его враждебный спутник не ответил. Феррус пошел дальше. Посередине жуткой бойни черепа висели так плотно, что у Ферруса не было выбора, кроме как пройти через них. Используя сокрушитель наковален в качестве стрекала, он осторожно оттолкнул в сторону одну из голов. Медленный стон покинул мертвые губы. Вторая голова повторила за первое, затем третья, четвертая. Каждый из разлагающихся черепов, охваченный внезапной и ужасающей эпидемией, присоединился к зловещему хору. Они были живыми. Возвращенные из ада эти призраки, носящие плоть Ферруса Мануса, вернулись, чтобы преследовать его. Отвращение, гнев и неверие сражались внутри примарха, и он попятился, ожидая нападения. Череп задел его шею. Высохшие губы коснулись его кожи, словно целуя. От прянов он столкнулся с другим, расколов его скулу. Посыпались осколки кости. Зуб понзился в его наплечник. Феррус вытащил его, зарычав, когда стоны превратились в опыль. Звук был низким и обвиняющим. «Ты сделал это с нами. Ты обрек нас на эту судьбу. Мы в заточении из-за тебя». Феррус сжал кулаки и стиснул зубы. «Заткнись!» Прошипел он. Его ярость кипела, и он резко обернулся, выставив перед собой сокрушитель наковалин. «Мертвые должны оставаться мертвыми». Такое унижение только подтверждало слабость плоти и ее возможное разложение. Тот факт, что это был вид его собственной смерти, никак не повлиял на Горгона. Раньше он сдерживался, позволял своему рассудку останавливать руку. Теперь он сотрет каждый жалкий череп в костяную пыль и воспоминания. В темноте мелькнула серебряная полоса. Свет бойни заструился по ней, как охлажденная кровь. Первый удар Ферруса так и не последовал. Его позвоночник охватила адская боль, почти скрутив хребет вдвое. Пластины брони затрещали от внезапных и сильных конвульсий примарха, расколовшись, как горячий металл, который слишком быстро остудили. Вена Горгона наполнила боль, которая убила бы сотню более слабых людей, и она почти сокрушила его. Феррус согнулся, опустившись на одно колено. Выплевывая мокрутую кровь, он гневно заревел и поборол яд. Прозрачное серебро чудесным образом охладело, но не очистило пылающую рану, и примарх выпрямился. Одной рукой Феррус сжал кисть другой. Та пульсировала под пальцами из жидкого металла, говоря о том, что он ранен. Хуже того, он ослабел. Сокрушитель наковален куда-то подевался, выскользнув из-за немевшей хватки и слязгом упав на землю. Он осторожно поднял руку, словно вглядываясь под доспех и ожидая увидеть признаки гангрены. Две раны, глубокие и широкие, как от ударов ножа, пронизывали его металлическую кожу. Раны пузырились ядом, и Феррус недоверчиво осмотрел, как живой металл разрушается у него на глазах. Словно ужаленный, он отдернул другую руку, опасаясь, что яд перекинется на нее. Подстекающим серебром обнажилась обожженная и покрытая волдырями кожа, и в ней родилось воспоминание. Стоит у края лавовой бездны, над ним зверь, дышащий холодом и серой, руки ободранные и кровоточат, но достаточно крепки, чтобы ломать наковальни. Зверь слабеет, битва между ними не прошла даром. Расплавленное серебро на его боках отражало свет магмы и мерцало маревом. Такое великолепное существо. Он все равно убьет его, вне всякого сомнения его превосходство доказано. Я сильнее. Клыки обнажены, яростная песнь на его устах. Он докажет это. Он найдет способ пробить его сверхъестественную плоть и убить существо. Лава манила, его кузница. Здесь творилось и уничтожалось оружие. Я докажу, что сильнее. Я должен, иначе что он сделает со мной? Воспоминание исчезло, смутное и расплывчатое. Миф и действительность сплели один рассказ, который заставил его задуматься над истиной собственного происхождения. Отвлечение было мимолетным. Необходимость выжить, и его инстинкт воинов взяли вверх. Вместо поисков сокрушителя на ковален, Ферус сорвал с пояса спату. Широкий, остро наточенный и смертельный клинок. Его раненая рука, онемевшая от смертельного яда, безвольно висела. Ферус взял меч в левую руку. Приспособив стойкую хватку, прежде чем сделать разрез на кисти, чтобы выпустить яд. По раненной руке заструилась жгучая желтая жидкость, похожая на кислоту, стекая с окровавленных пальцев. Боль уменьшилась, как и гомон в его черепе, по которому словно стучала дюжина кулаков. Мою голову будто сносят с плеч. Игнорируя повторяемые сотни раз его собственным голосом предсмертные хрипы, Ферус внимательно следил за тенями. Он быстро повернулся на серебряный проблеск в периферийном зрении, который всплыл со скоростью предупредительного маячка. Сверхъестественные рефлексы спасли его от очередной раны. Он нанес удар, но тварь была невероятно быстрой и ускользнула от разъяренного примарха. Змея подобная, но не похожая ни на одну из змей, с которыми встречался Ферус. Серебряная чешуя напоминала зверя, с которым он сражался давным-давно. Тогда звезды были всего лишь кусочками гранита в темном небе. И была только медуза и бесконечная арктическая ночь. Скрытый тенью, образ твари был мимолетным, но знакомым. Возможно, мы встречались раньше. Шорох хвоста заставил Горгона повернуться, и он снова ударил, но рассек только воздух. Он замедлился. Несмотря на удаление яда, сжение от раны поднималось к плечу и шее. Фантомная боль, которую он ощущал вокруг горла с момента прибытия в пустыню, нестерпимо пылала. В действительности или воображаемая эта тварь смогла ранить его. Излеченная из какой-то бездны старой ночи, она подтвердила в этом подземелье желание убить его. Тюремщики Ферруса знали его прошлое, его изначальные страхи и желания, и изводили его видениями воображаемого будущего. Они дергали ниточки, неосуществленные судьбы и смотрели, как колебания сказываются на поведении примарха. Феррус знал, что не может сдаться. Безумие начало сказываться на его чувствах, так как яд змея сделал свою работу. Держись! Слово было его символом надежды. Утратит его и будет выброшен в бесконечное море хаоса. Шипение живого металла, стекающего с его руки на землю расплавленными каплями, заставило примарха повернуться. Он встряхнул головой, чтобы избавиться от мглы, грозящей на краю зрения. Василиск, Химера, Гидра — у таких демонов было много имен и форм. Эта тварь не была ни одним из них, но она была могучей, иначе не разрушила бы то, что считалось нетленным. Неужели нет ничего нетленного? Кем были инистые гиганты и ледяные драконы в сравнении с этой тварью? Феррус отбросил недостойные мысли, осознав, что их навязывали ему. Неистовое ядро, кипящее под его холодной наружностью, начало изливаться. Он крепче сжал спату, и намотанные на рукоятку кожаные ремни заскрипели. Оружие было даром вулкана, и воспоминание о брате дало ему силу. «Я выковал его для твоей руки, Феррус», — сказал он. «Это твой меч, но не равня сокрушителю наковален. Но я надеюсь, достойное оружие. Ты окажешь мне честь, владея им». Феррус перевернул его в руке. Холодные глаза пробежались по филиграни и витиеватой инталии, инкрустированным камнем и ноктюрнской надписью. Тонкие зубья были бритвенно-острыми, металл, из которого их выковали, крепким. Не обращая внимания на очевидную красоту оружия, Феррус сразу же увидел его потенциал меча, но решил быть грубым, вместо того, чтобы похвалить мастерство брата. «Зачем ему нужно такое украшение? Смогу ли убивать своих врагов лучше благодаря нему?» На его лице появилась ухмылка, которой Феррус, оглядываясь назад, не гордился. Вулканы бровью не повел. «Это превосходное оружие», — признал он. «Когда я обнажаю меч, я хочу, чтобы мои враги знали, что они встретились с оружием короля-воина, направляемым его рукой. В таком случае тебе следует скорее орудовать молотом для творения, чем клинком для разрушения». В ответ вулкан улыбнулся, и этот жест был теплым, как жар лавы. «Ноктюрнцы прагматичны, мой брат. Пока война необходима, я буду сражаться, но надеюсь, что однажды отложу свой меч». Его глаза вспыхнули огнем. До того момента я буду поддерживать свой смертоносный клинок наточенным. Феррус кивнул и спрятал в ножны клинок, прицепив его к оружейному поясу. «Мне может понадобиться нож», — весело сказал он и прикоснулся серебряной рукой к бритому черепу. «Когда рабы не побреют достаточно коротко». Они засмеялись, горгон хрипло и грубо. Дракон зычно и радушно, разделив редкий момент легкомыслия, пока крестовый поход не развел их по разным путям. До 1, 5, 4, 4. Воспоминание о том дне исчезло в отраженном металле клинка. Феррус назвал его Дракен в честь своего брата. Сейчас он нуждался в его остроте и был рад мечу. Так же, как и в галерее, мавзолея, стены бойни были из полированного обсидиана. Их зеркальная чернота тянулась в бесконечность. В ней отражались головы, но в мире-двойнике они были покрыты плотью. Разорванные артерии пульсировали, извергая кровь. Она забрызгала его броню, все еще теплая и живая. Рана была свежей и пылала на шее настоящего Ферруса, который боролся с отвращением от спектакля, представленного в темном стекле. Отсеченные, окровавленные головы смеялись. Все до единой. Они смеялись над ним. «Идиот! Слабак! Ненужный сын!» Это последнее оскорбление застряло в его горле. Феррус был выдающейся личностью, а на Медузе королем королей. Никто не мог сравниться с ним, но когда появился отец и привел его к семнадцати выдающимся братьям, он понял свое место. В отличие от вулкана, который принял свое положение охотно и смиренно, Феррус был недоволен. Разве он не равня своим братьям? Когда встретишься со славой гора, великолепием Сангвинии или даже упрямой твердостью рогова Дорна, легко поверить, что некоторые сыновья будут ждать в стороне, пока несколько избранных осуществляют великий план отца для галактики. Феррус жаждал этого света для себя, хотел быть равным. Он не был тщеславным, он просто хотел быть признанным. Вся его жизнь до этого самого момента прошла в поиске силы. Он не мог поверить, что все сделанное было второстепенно. Феррус не мог поверить, что его отец вывел его из одной тени только для того, чтобы ввести в другую. «Ты будешь гордиться мной, отец. Я докажу свою значимость». «Давай же!» Заревел он. Но вызов остался без ответа. Тварь прыгнет на него из теней и убьет тысячи укусов. Бесславная смерть. Феррус не примет ее, но тварь была быстрой. Примарх должен был нанести удар. Обрасаясь на едва уловимые образы, он не добьется победы. Она хотела извести его, заставить ослабить защиту и открыться, чтобы потом нанести смертельную рану. Он заметил уголком глаза неожиданное движение и проследил за ним, держа меч в оборонительной позиции, плашмя и отведенным от себя. Было сложно удержаться от применения силы. Вся его жизнь заключалась в этом. Ярость гремела в ушах, как перезвон колоколов. Он сосредоточился, и гул уменьшился до приглушенного грохота. Тварь была близко, хотя и не выдавала своего присутствия. У Ферруса было ощущение, словно он каким-то образом был связан с ней, возможно, из-за укусов. Он хотел причинить ей боль за это, сравнять счет, а затем уничтожить. Поток внутреннего гнева метнулся границам его сознания, почти перейдя от мысли к действию. Он вспомнил кузню и утешение, которое получал при обработке металла. Единственный бальзам для его ярости. Единственная вещь, которая могла успокоить его неистовый гнев. Несмотря на него, Феррус проявил терпение, даже если иногда испытывал ощущение, что хватается за дым. В отличие от вулкана, терпение не давалось ему легко. Оно было первым уроком для всех кузнецов. При Зекале нельзя было торопиться. Металлу нужно время. Ему необходимо ждать, пока он не будет готов, как и Феррусу. Он увидел лежащий на земле сокрушитель Наковалин, но подавил желание схватить его. Этого хотела тварь. Она ждала, что Гаргон подойдет к нему. Меча вулкана было более чем достаточно. Он верил в мастерство брата. Он должен был сказать ему об этом. Феррус закрыл глаза и прислушался. Он услышал тихий и скрижащий повтор, почти приглушенный окружающим шумом шипения змея. «А теперь я расставлю сети». Не видя, он был уязвим. Поэтому он опустил меч. Позволил руке повиснуть вдоль тела. Он прислушался, позволив сердцу успокоиться. Какофония мертвых притихла. Голос змея стал громче. И Феррус различил два слова. «Ангел». Одна лишь мысль о словах вызвала боль. Словно они несли силу, вне своего буквального значения. «Экстерминус». Слова были скрыты в многократно повторяющемся шепоте твари, высоте тона и модуляции, как тайная нота в идеальной симфонии виртуоза. Они ничего не значили для него. Тем не менее, он чувствовал силу их значимости, как будто слова обрели физическую форму. И небеса пылали его сияющей красотой. Слова пришли к Феррусу незваными, словно принадлежали другому, у которого не было силы произнести их. Здесь было нечто темное. Какое-то зло вторглось в подземелье, с которым был связан Феррус. Он задумался над тем, понимали ли это его пленители. Размышлять об этом не было ни времени, ни смысла. Затаив дыхание, Феррус услышал скрип металла, который предвещал нападение твари. Доверившись инстинкту, он ждал, пока змеи не оказался совсем рядом. И тогда нанес удар. Меч рассек чешуючатую плоть. Глаза Ферруса резко открылись, как бронированные визоры, и он снова ударил. Наградой был рев боли. Когда он выдернул дракен из теней, его лезвие было покрыто пролитой кровью. Это была не кровь, но зловонная жидкость пурпурного цвета, прилипшая к мечу. Он ранил тварь. Ее шепот, наполненный гневом и болью, стал громче. Скрип металлической чешуи о камне стих, чудовище отступило в темноту. Феррус несколько минут не двигался, прислушиваясь, не вернулась ли тварь. Рана в руке пульсировала зловонной энергией, а серебряный блеск плоти полностью выгорел, оставив после себя окровавленную и наполненную болью конечность. Спрятав спаду в ножны, примарх наклонился, его пальцы сомкнулись вокруг рукояти сокрушителя наковален, словно оружие его хозяин разыскали друг друга. Никогда его молот не ощущался таким тяжелым и громоздким. Плоть слаба, пробормотал он, и проклял свое бессилие усмирить силы, которые сговорились против него. К нему вернулось воспоминание о фразе, скрытой в голосе змея. «Ангел экстерминус». Так же, как и смысл злодеяния, которое она несла. Чье-то другое сознание вложило слова в его разум. В отличие от большей части этого кристаллического лабиринта, они не ощущались как предупреждение. Это было обещание, пророчество. Феррус был слишком слаб, чтобы разглядеть его. Его лоб покрыл лихорадочный пот, когда он, пошатываясь, преодолел последние метры бойни и двинулся туда, где его ждали новые ужасы. После исчезновения змея висящие черепа перестали говорить и снова стали мертвыми. Ветер стих, и они также перестали вращаться, отчего стало легче избегать прикосновения к ним. Даже их черты стали менее похожими на его, а вид не таким устрашающим, теперь Ферруса влекла единственная мысль. Как медузонская сухопутная акула, он продолжал идти. Остановиться значило умереть. Он осилил три ступеньки, прежде чем упасть, и его накрыла тьма. Холодная аура костяного святилища была насыщена возмущенной энергией. «Это тревожит тебя», — сказал прорицатель. «Оно не должно было пробить дорогу в склеп», — ответил другой. «Осторожно, я вижу, как в твоем настроении проявляется Кхейн. Вернись на путь». Второй пока не был готов уступить. Мой гнев обоснован, ему не суждено было умереть. Ни здесь, ни от этого. Прорицатель пристально посмотрел на другого. Его взгляд был задумчивым и непостижимым. И все-таки его жизнь под угрозой. Ты добавил в воду судьбы достаточной крови, и рано или поздно появятся акулы. Оно вообще не должно быть здесь. Костяные дороги, по которым мы странствуем, далеко не безопасны. Со времен падения. Ты знаешь это? Ты так удивлен появлением чего-то злобного. Настроение другого сменилось с гнева на меланхолию. Что можно сделать? Освободи его и смирись с неудачей. Мы слишком близки к этому. Прорицатель прислонился к выступу изогнутой кости и сложил руки на коленях. Тогда ты должен позволить судьбе идти своей дорогой и надеяться, что он сможет победить то, что ты впустил в свою клетку. Последовала пауза, которую прорицатель предпочел не заполнять. Он просто наблюдал. Другой был раздражен, руководствуясь эмоциями и разрушенными амбициями. Прорицатель не нуждался в предвидении, чтобы догадаться, о чем собирался спросить его товарищ. Что ты видишь? Вопрос отдавал отчаянием. Ничего. Все. Я вижу миллиарды вариантов будущего и возможных последствий. Некоторые столь бесконечно разные, что можно провести эры разыскивания изменения и не найти его. Это не ответ. Тогда я советую задать более точный вопрос. Он умрет? Я проиграл? И да и нет. Ты без нужды загадочен. Мы сражаемся на войне судьбы. Мы двое всего лишь агенты в этом конфликте. Из-за высокомерия ты впустил изначального разрушителя. Другой коснулся камня души на шее при упоминании имени. По крайней мере, частицу его сущности в свою клетку. И теперь оно в ловушке вместе с твоей добычей. У хаоса есть способ затуманить путь судьбы. Другой рухнул в свое сидение из кости. Его рука дрожала, когда он почувствовал, что защита и анонимность их святилища начала разрушаться. И изможденное лицо посмотрело на прорицателя запавшими глазами. Когда оно найдет нас? Скоро. Сантар узнал воинов, просачивающихся сквозь мерцающий энергетический щит. Позади железных рук лежали разорванные тела Эльдар вместе с обломками их орудийных платформ. Воины во главе с Сантаром глубоко вклинились во вражескую оборону и были на пороге штурма непосредственно щита. Он сиял перед марлоками, как лазурное солнце. Сантар почти ощущал электрический привкус на своем языке. Жар щита вызывал у него желание заслонить глаза, но он подавил порыв. Оставалось преодолеть последнюю преграду. Похожие на призраков Эльдары не казались нематериальными, как это было в долине. Облаченные в доспехе цвета кости и сжимающие изогнутые визжащие клинки, они атаковали железных рук сквозь щит. Их адские вопли обрушились на марлоков губительным потоком. Сантар закричал сквозь стиснутые зубы «Держаться!» Каждая его кость вибрировала. Стиснутые зубы скрижетали. Еще одна атака, и они раскрошатся. «Я могу кричать громче!» — заверил он воина, напавшего на него. Сантар сделал шаг вперед и перешел в атакующую позицию. Его молниевый коготь разрубил меч воина и вонзился в его грудь. Перешагнув через труп чужого, он встретился с другим. Тот нанес диагональный удар, нырнул под контур-выпад и развернулся у незащищенного бока первого капитана. Сантар вздрогнул, когда заряженный энергией клинок рубанул под оспеху, но не смог пробить его. Неизящный удар локтем сломал Эльдару ключицу. Нисходящий удар разрубил бы Ксеноса, но Сантар пошатнулся, когда второй нападавший запрыгнул ему на спину. Он отвернул голову от адского вопля и потянулся, чтобы сбросить его, когда тот дернулся и упал. Полголовые шлемы исчезли, уничтоженные разрывным снарядом. Символ Таркана один раз мигнул на ретинальном тактическом дисплее. По радиосвязи раздался голос снайпера. Слава Гаргону! Сантар покончил с тем, кому сломал ключицу, припечатав его безжизненное тело бронированным ботинком. Затем он вытер вытекающую из носа кровь и коротко отсалютовал Таркану, зная, что тот увидит. Неспособные отвлекать и атаковать, как в пустынной долине, призрачные воины обнаружили, что Марлоки крепче в открытом бою. Здесь сплоченность железных рук имела большее значение, чем быстрота. Слева Сантар увидел, как Десаан отбросил плечом чужого в воздух, затем поднял болтер, оставшийся рукой, и продырявил его, прежде чем он приземлился искромственным трупом. Сантар посчитал, что заметил след улыбки, когда его глаза ненадолго встретились с визором боевого брата. Десаан засмеялся. Как стрельба по дискам. Театральность не принесет тебе никакой пользы, брат капитан, за исключением преждевременной могилы. Убивай их быстро, не давай пощады. Возмездию придется подождать, ответил Десаан. Кажется, все мои враги мертвы. Тела чужих услали землю, тогда как потери среди железных рук были минимальными. Они обескровили Эльдар, но приближались новые, прыгая сквозь энергетический щит с атлетической и смертоносной миграцией. «Вот твой шанс», — сказал Сантар. Он наклонился к голосовому усилителю на горжике и проскрежетал приказ, который прогремел по боевой линии. «Сомкнуться вместе, как железная стена». Под ногами ощущались подземные отголоски боевых зарядов Руумана. Зарегистрированные на ретинальном дисплее Сантара сейсмические всплески подтверждали это. В тот же момент в углу его зрения вспыхнул синхронизированный Хрона. «В атаку!» — закричал он. С обеих сторон к нему присоединились марлоки. Их доспехи катафракт касались друг друга, плечо к плечу. Призрачные воины разбились о противостоящую им неумолимую стену из черного керамита. Некоторые сражались и добились небольших успехов. И Сантар позже вспомнит павших, но сплотившихся терминаторов было не остановить. Они прокатились по элите эльдаров несгибаемой волной, зажатым междуэнергетическим щитом, который позволял им пройти только в одну сторону, и наступающими легионерами чужим некуда было бежать, и их растоптали. Находившиеся за их спинами эльдары ответили сильным, безжалостным огнем из орудийных платформ. Артиллерийские удары обрушились на марлоков. Терминатор, возможно, Кодор, упал на спину. Другому Сантар не мог сказать, кому пробило грудь, и он упал. Остальные продолжали идти под обстрелом. — Легкий дождик, — сказал Десаан, едва слышимый сквозь шторм. — У нас меньше минуты, брат, — сказал ему Сантар. — Более чем достаточно, первый капитан. Продвигаясь вперед, марлоки добрались до потрескивающего щита. Эльдары внутри него отступили, но продолжали вести огонь. Сверху стреляли орудия Руумана и танки армейских дивизий. Кто-то еще скрывался замерцающей пеленой. Эльдары в мантиях и с загадочными посохами. — Разрушить его, — заревел Сантар, — сражаясь с ионизированной пульсацией энергетического щита. Бейте по нему из-за всего, что у вас есть. Громовые молоты и силовые булавы, эвисцераторы и комби-болтеры обрушились на поле раскаленной лазури. Сильно колыхнувшись, щит согнулся, но не лопнул. Хрона на ретинальных дисплеях всех ветеранов железных рук достиг нулевой отметки. Конец отсчета предвещала серия глубоких подземных взрывов, которые раскололи поверхность внутри щита. Это последовательно детонировали снаряды минометов кротов. Когда паутина, сплетенная эльдарами вокруг узла, разорвалась, вверх поднялась ударная волна. Серия мельчайших помех пронеслась по изгибу щита, отчего он задрожал, один раз вспыхнул и затем исчез. Сантар первым пересек его границу. — Бей их! Слава Гаргону! Ворвавшись на орудийные платформы, марлоки едва обратили внимание на сильный обстрел, который вели по узлу танковые дивизии. Даже без защиты щита костяное сооружение было крепким, но по всей его длине начали появляться трещины. Это была бойня, эффективная, а не кровожадная, но все равно бойня. Из свалки вышел воин с потрескивающим кривым мечом. Сантар встретил его молниеносными когтями, но почувствовал сжатие в сервомеханизмах бионической руки, когда наносил смертельный удар. Его следующее движение тоже было медленнее обычного, словно он преодолевал силу инерции или воздействие высокой гравитации. Так же вели себя ноги. Он вспомнил фигуры в мантиях. Их окружала толпа тяжеловооруженных воинов-чужаков. — Десаан, ты все еще видишь? — спросил Сантар. Со всех сторон к ним приближались враги, размахивая пиками и клинками. Толпа Эльдара в панцирной броне и группа странников в плащах, с которыми железные руки сражались раньше. Один из них сделал выпад энергетическим копьем в Сантара, который едва увернулся. Схватив древко, он подтащил воина к себе и смял лицевую пластину кулаком. Тело обмякло и затихло, но Эльдар оставил отметину на боку первого капитана. Слишком близко. Другой нацелил сюрикенное копье в его тело. И расколол деталь доспеха. Сантар рубанул когтем и убил противника, но почувствовал то же сопротивление, которое замедлило его несколькими секундами ранее. Распознав эти ощущения, он закричал. — Десаан, твои глаза! — Мое зрение! — Не работает! Вокруг узла клубилась тьма, закручиваясь от его верхушки в грозовое облако. Сантар задрал голову и увидел черное облако, ползущее вниз по узлу в их сторону. Трон Земли! Только не это! Сантар знал, какую бойню мог устроить шторм и его воздействие на железо. Он не решился предположить, сколько именно воинов пострадают. По его мнению, выбор был невелик. Всем ротам прекратить наступление! Сантар застыл, охваченный неуверенностью, так же, как и его бионика, парализованная надвигающейся тьмой. — Мы должны двигаться вперед! — передал по радиосвязи капитан Аттар. — Первый капитан, какие приказания? Воспользовавшись передышкой, группа эльдаров в мантиях уже восстанавливала части щита. Он рос позади марлоков, как органическая энергетическая паутина. Снаряды и лазерные лучи тяжелых дивизионов отражались от быстро восстанавливающейся завесы. Десан схватил Сантара за плечо. — Мы не можем оставаться здесь, Габриэль! Вперед или назад! Выбирай! Если они останутся, то могут уничтожить узел, или, по крайней мере, убить колдунов, которые преобразовывали щит, но при этом они рисковали быть истребленными от собственных или братских рук. Клубы облака, предвестники темной пелены, приблизились на расстояние в несколько метров к железным рукам. Они извивались, как змеи. Так близко. Ты видел, что оно сделало с нами в долине? Сантар принял решение. Приказ отдавал горечью, когда он произносил его. — Отходим! Отступление было медленным и изнуряющим. Легионеры боролись с механическими частями своих тел и пытались остановить прямое неповиновение. Некоторые не справились, и их тащили боевые братья. По крайней мере, никого не поглотил шторм. Это означало бы смертный приговор. Он бурлил на границе щита, укрыв то, что осталось от альдаров внутри, но не продвигаясь дальше. Даже на расстоянии Сантар чувствовал силу влияния машинного проклятия. Его пальцы рассеянно коснулись ран на шее. Горжет едва спас ему жизнь. Он по-прежнему чувствовал покалывающий жар, собственного молниевого когтя на коже и электрический запах в ноздрях. Итак, кому мы теперь обратимся за помощью? Десант снял визор и встал рядом с первым капитаном. Оба офицера тесно взаимодействовали. Покрытое шрамами лицо Десана выглядело хуже, без металлического обруча, который он обычно носил поверх глаз. Кожа была опухшей и шероховатой. Он заново подсоединил визор к паре черепных имплантов в висках, и устройство снова застрекотало. «Работает прекрасно», — сказал он, бормоча обряды активации и чистоты. «До тех пор, пока мы за пределами облака», — сказал Сантар. Буря пульсировала и колебалась, как темный океан, медленно и насмешливо при всей ее кажущейся безобидности. Сантар внимательно посмотрел на нее. Он стоял в полукруге капитанов и их заместителей, в то время как остальной легион, построенный клановыми ротами, ожидал приказа и смотрел на осажденных. «Щит пробит и только частично восстановлен», — сказал капитан Атар. «Обстрел Руумана прекратился, и железнотелый присоединился к ним на возвышенности, где по-прежнему ждали части тяжелой поддержки». Сантар повернулся к нему. «Твоя оценка и разум». «Щит сооружен из кинетической энергии, но создан психически. Я только могу строить теории, есть ли у ксеносов некая форма генератора, связанного с их психическими талантами или другая необъяснимая технология. Как мы уже видели, его можно пробить, но только исключительными усилиями». Десант нахмурился. «А что с облаком? Как мы прорвемся сквозь него?» Рууман обратил свой холодный взгляд на него. «Не попав под воздействие отказа механизмов, мы не сможем. Думаешь, они смогут поддерживать его бесконечно?» — спросил капитан Медузон. Десант посмотрел во тьму, но не нашел бреши и признаков слабости. «Если наш железнотелый прав, мы не можем наступать, пока шторм продолжается». Суставы Сантара затрещали кибернетическим резонансом. «Мне бы очень хотелось вызвать железный кулак и стереть это место с лица земли». «Тогда сделай это, первый капитан», — сказал Медузон. «Мы можем отвести наши силы и найти необходимое укрытие в пустыне». Рууман покачал головой. «Не выйдет. Сенсоры не смогут преодолеть психический щит Эльдаров в этом месте. Мы скорее уничтожим себя, чем сравняем узел». Десант потер подбородок и нахмурился. «Щит прорван, но не разрушен. Оборона чужих сильно ослабела. Если мы сможем доставить воина в запелену, чтобы убить тех, кто ее создает...» Хенрикос шагнул вперед, вмешиваясь. «Я могу проникнуть за эту завесу». Десант сердито взглянул на него. «У тебя просто талант вмешиваться, брат-сержант». Хенрикос ограничился кивком в качестве извинения. Сантар прищурился. «Я слушаю. Как ты войдешь в шторм, брат? Если только не хочешь умереть от собственного меча. Потому что воину из плоти нечего бояться шторма». Хенрикос показал обрубок, который остался после отсечения бионической руки. «Все в порядке», — сказал он быстро. «Я могу сражаться без нее». На сержанта обратились тяжелые укоризненные взгляды. «Ты бесчестишь железную веру», — сказал Сантар. «Этот механический имплант — часть ритуала. Он делает нас теми, кем мы есть. И то, кем мы есть, убивает нас первый капитан. Предлагаю другой подход, за который ты получишь строгий выговор. Я понесу любое на твое усмотрение наказание». Сантар свирепо взглянул, борясь с желанием вынести наказание немедленно. «Даже если это смерть, я могу проникнуть за завесу». Хенрикос был стоек. «Один?» — с сомнением спросил Аттар. «Нет, не один», — ответил Сантар, когда увидел группу ветеранов армии, приближающихся к собранию офицеров железных рук. Они выглядели взволнованными в присутствии громадных воинов и держались вместе. Сантар подавил презрение и попытался увидеть солдат в детях перед собой. Их командиром был седовласый полковник, саваанских масонов, который подобно слуге преклонил колени перед железными руками. В отличие от некоторых более нервных подчиненных, он не дрожал. Десант сердито посмотрел на него с громадной вершины своего доспеха катафракт. «Назови себя». «Лорды», — обратился человек. У него был скрипучий голос от чрезмерного курения или просто из-за возраста. «Я маршал ворд Салазариан 254-й дивизии саваанских масонов, и я служу великому крестовому походу и вашему лорду Гаргону четыре десятилетия». Десант коснулся платинового штифта в черепе человека. «Не говори мне о службе, старик. Что ты знаешь об этом?» Аттар скрестил свои огромные бионические руки, а Медузон просто нахмурился. У каждого из них был платиновый штифт, и каждый сражался дольше, чем большинство людей жили. К его чести полковник Салазариан не моргнул ни разу. «Я не хотел оскорбить. Мы последуем вместе с сержантом Хенрикосом в шторм», — сказал он, облизав губы, чтобы уменьшить сухость во рту. «Этот эффект вызывало у людей присутствие космодесантников. Если вы позволите нам, мы сделаем это. Для нас это было бы честью». Десант сердито взглянул. «Плоть слаба», — сказал он, но Сантар поднял руку, призывая к тишине. «Ветераны армии выглядели худыми и слабыми. Даже седой полковник, но и эльдары тоже, а они оказались опасными». Медленно покачав головой, Десант сказал, «Они сломаются, а мы в придачу потеряем одного из своих». «Хватит», — сказал Сантар, разглядывая преклонившего колени человека. Он приказал ему встать. «Я не король, а ты мне не подданный. Встань». Кивнув на Десана, Сантар спросил полковника, «Он прав? Вы сломаетесь?» Салазариан расправил плечи и выпятил челюсть. «Позвольте нам доказать нашу значимость. Мы не подведем, милорд. До этого момента мы выдерживали. Небольшое количество простых людей смогут справиться с этой задачей», — сказал Хенрикос. Синевато-серые глаза Сантара встретились со взглядом сержанта. «Я знаю, что люди близки тебе, сержант. Я понял это, когда ты докладывал о состоянии дивизии армии». Он замолчал, посмотрев сначала на шторм, а потом на ветеранов армии. «Лучше сделать и позже попросить прощения, чем быть парализованным нерешительностью». Он слышал раньше это от Ферруса Мануса. Сантар очень хотел попросить его совета прямо сейчас, так как он не мог, то спросил. «Ты ручаешься за этого человека и его воинов?» «Я умру, если они подведут», — сказал Хенрикос. «В этом ты прав», — сказал ему с отеческой угрозой Сантар. «Найди шабаш, или что там еще используют Эльдары, чтобы поддерживать этот шторм, и уничтожь его. Мы пойдем следом и истребим все, что останется. Задача поставлена, брат. Все, что тебе нужно делать, следовать ей». Хенрикос отдал честь и отправился собирать остальных массонитов. После того, как он ушел, десант покачал головой. Безрассудная смелость убивает воинов быстрее болтера и клинка. Он указал на край шторма. «Эти люди умрут там, и Хенрикос тоже». Сантар смотрел на зловещую черную тучу, представив, что она смотрит в ответ с сознанием хищника. Когда они отступали, когда ее щупальца приблизились с изящной неумолимостью плывущего тумана, он почувствовал сокрушительную тяжесть в груди, словно его конечности увязли в ферракрите метровой толщины. Они все это ощутили, каждый из них, кто был в значительной части машиной. «В его распоряжении вся их сила, мощь легиона и все, что они могли, это смотреть. Тогда я надеюсь, они умрут достойно и принесут нужную жертву. Но я обещаю тебе, так или иначе мы сокрушим узел. Горгон пожелал это». Холодный камень леденил лицо. Струйка воды из какого-то подземного ручья увлажнила губы и привела в чувство. Оцепеневший хмельной от яда, Феррус перевернулся на спину и застонал. Он никогда не чувствовал такую слабость. Он не мог вспомнить, как потерял сознание. Это могло случиться по дороге с бойней. Попытка встать вызвала адский шум, обрушившийся на его разум. В ушах гремела кровь. Держась за голову и морщась, он встал на одно колено. Его конечности налились свинцом, из-за чего он стал вялым и медлительным. Сокрушитель наковален, выполнял роль костыля. Оказавшись в лабиринте, он уже дважды использовал его в такой постыдной роли. Этот факт не нравился Примарху, который снова изучил окружающую обстановку, как только встал. К счастью, змей или кем он там был, исчез. Пропали даже звуки его присутствия, и их сменила ужасная тишина. Феррус сомневался, что выжил бы, встретив его в этот момент. Он едва смог подняться на ноги, не говоря уже об оружии. Он похлопал по Эфесу Дракена. «Спасибо, брат!» Позади был мрак. Теперь он едва видел даже бойню и задумался, как долго и далеко блуждал в бреду. Впереди тоже была темнота, но с крошечной точкой света, ведущей его как маяк через шторм. Ферруса влек в водоворот мыслей. «Что сказала тварь?» «Ангел экстерминус». Феррус понял слова, но не их смысл. Размышление о них причинило ему боль и вызвало смутное чувство пламени, возникшее в его сознании. Вместе с движением начала возвращаться его сила. В том месте, где расплавилось живое серебро, рука все еще болела, но не так сильно. А вот шея чертовски чесалась. И он заподозрил, что тварь нанесла вторую рану, пока он был без сознания. Но когда он коснулся кожи под горжетом, она оказалась целой. Подавив раздражение, Феррус медленно побрел к точке света. Возможно, это был очередной обман. Какая-то новая попытка проверить его. Но Феррус должен понять ее цель. Он подумал, что если враги хотели убить его, то уже сделали бы это, или, по крайней мере, старались бы сильнее и более открыто. Ксеносы, особенно Эльдары, были загадочными и непостоянными, даже для выдающегося ума примарха. Их мотивация была непонятна ему. Существо, которое охотилось на него, не было змеем. Оно было чем-то более порочным, чем-то первобытным, и, как он подозревал, не полностью сотворено его пленителями. А оно хотело убить его. Горгон чувствовал весь его гнев, его садистское желание, сосредоточенное на Феррусе. Когда они сражались, примарх почувствовал это, но желание было зачаточным, словно само существо только частично сформировалось. Феррус не знал, что это означало. Единственное, в чем он был уверен, что тварь не умерла и вернется за ним. Каким ни был бы изначальный план Эльдаров, он знал, что должен будет убить ее, чтобы спастись. Пройдя через точку света, которая расширялась в яркую трещину, чтобы пропустить его, Феррус набрался решимости для предстоящей битвы. Ему не пришлось долго ждать. Ряд грандиозных, триумфальных арок вел к длинной дороге. Они представляли собой огромные разрушенные врата, открытые для возможного проникновения. По их краям тянулись почерневшие от огня камни, от которых были отколоты уродливые куски. Трещина света закрылась за его спиной, не оставив видимого выхода. Как он и ожидал, эта арена должна стать последней. Феррус чувствовал себя гигантом, идущим по величественному, но разрушенному дворцу в миниатюре. Когда он миновал дорогу и разрушенные врата, то вступил в вестибюль. Даже уменьшенный в масштабе приемный зал был огромен и затмил бы гиганта. В нем преобладали готические архитектурные украшения, но они были холодными и строгими, наводя на мысли об ушедшей славе и культурном застое. Вдоль стен тянулись черепа, как часть некой огромной усыпальницы, зловещую планировку которой наполняло мрачное настроение. Здесь, в этом памятнике разложению и бесконечного упадка, богатство давно уступило ветхости. Когда Феррус прошел по миниатюрным плитам, примарх понял, что это неприемный зал, и никогда им не был, это была гробница. А в конце потрескавшегося пространства стоял громадный трон, не совпадающий по масштабу с остальным дворцом и покрытый тонкой паутиной и многовековой грубой патиной. На нем сидел истощенный король, король застоя, повелитель загнивающей империи. Его мантия превратилась в лохмоти, а тело в лишенной плоти останки. Он не носил короны, и только последнее болезненное выражение неосуществленной мечты застыло на его лице. Король возвышался над Феррусом, глядя вниз бездонными глазницами. Последний шипящий вздох сорвался с губ ожившего монарха и вызвал нервный тик ужаса на лице примарха. Ожидая, что выходец с того света поднимется, он сделал шаг назад. Только после того, как вздох затянулся намного дольше, чем следовало, Феррус понял, что дышал не король, а кто-то еще, придавая трупу мнимое звучание. Из тайного убежища под потускневшим троном мертвого короля выползал змей. Голова была поднята, в то время как остальное тело извивалось внизу, поддерживая ее. Бока покрывало зеркальное серебро. Глаза зеленовато-желтые круги разложения. Рассеченные черными, тонкими, как кинжалы зрачками, ненависть выделялась в пьянящий мускус, который опьянял чувства примарха. Он потянулся за сокрушителем наковален, но змей бросился на него быстрее ртути, и Феррус был вынужден схватить его челюсти, прежде чем они сомкнулись вокруг горла. Горячая и зловонная слюна с привкусом кислоты брызнула в лицо примарху, и он зарычал. Сражаться с этим зверем было то же, что и цепляться за жидкость, но Феррус прижал его к земле и сомкнул руки вокруг шеи, прежде чем змей смог вырваться. Яростно извиваясь, тварь оторвала примарха от земли и впечатала в нее. Иглы боли пронзили его спину и плечо. Шея словно собиралась треснуть, когда жгучая рана вокруг шеи, которая не была раной, запылала подобно адскому пламени. «Я Гаргон!» закричал он. «Я примарх!» Его голова ударилась о что-то твердое, и темные искры вспыхнули на краю зрения. В глазах покраснело, но Феррус держался. Он держался и давил. Несмотря на ярые усилия змея, Феррус медленно сжимал свою хватку. Он задушит его, раздавит каждую частицу жизни в змеи, пока тот не станет холодным и неподвижным. Затем он размажет его череп в багровую пасту. «Вернулся из преисподней!» — выпалил он. «Тебе следовало оставаться мертвым!» «Осернот!» Ведь кем еще он мог быть, как не воплощением той самой ужасной твари? Голова змея повернулась. Повернулась так, что должна была сломать свою шею в железной хватке примарха. Губы, которые не должны были ими быть, разомкнулись. Человеческие и знакомые глаза рассматривали его. Грива сползла по его спине, когда благородное и патрицианское лицо проявилось в прежде змеиных чертах. «Я!» — сказал он без намека на шипение. «Я не!» Голос был мелодичным и мягким. «Осернот!» Фер узнал это, как и знал голос и лицо перед собой. Это был идеальный убийца, сверхъестественно быстрый и нечеловечески сильный. Только другой примарх мог победить его. Только другой примарх. Он ослабил хватку, и вспышка трансформации смешала облики человека и твари. Ряд влажных от слюн и клыков пронзили десны. Существо глотало кровь, одновременно сильно меняясь. Теплые братские глаза сузились в желтые прорези. Чешуйчатая плоть, подобно заразе, покрыла нижнюю часть шеи и скулы. Подавив тошноту, Ферус усилил хватку. Глаза примарха и змея расширились с жуткой синхронностью, когда шея твари медленно смялась. Она боролась. Она хотела жить, воплотиться, но Ферус убьет ее. Он покончит с нею голыми руками. «Ты не он!» Сказал он сквозь тиснутые зубы. Последний мучительный скрежет, наполовину змеиный, наполовину человеческий, выскользнул изо рта змея. И тот стал неподвижным и безжизненным. Еще раз надавив, пока не почувствовал, что его суставы могут сломаться, Ферус отпустил чудовище. И оно соскользнуло на землю. Из глотки примарха вырвался долгий, судорожный выдох, и он протер глаза, словно отгоняя дурной сон. Тревога обратилась в гнев. Ферус вытащил сокрушитель наковарен и сделал то, что обещал. Он продолжал бить целую минуту, пока боль в руках и плечах не заставила его остановиться. Когда он закончил, от твари мало что осталось, только красное пятно. Примарх тяжело дышал, а с бровей стекали бусинки пота. Он почувствовал на пылающей коже холод испарения, и это ощущение не покидало его до самого трона. Разъяренный Ферус бросился к трупу короля, стянул его одной рукой с трона и ударом о землю разбил на кусочки костей. «Твое правление закончилось», — сказал он ему. После чего отложил молот и схватил обеими руками подлокотники трона. Ферус вырвал трон с основания и обнаружил светящийся дверной проем. Отбросив в сторону сломанное кресло, он шагнул через портал и приготовился встретиться со своими мучителями. То, что он увидел, не оправдало его ожиданий. Перед ним вращалась сфера из планеты звезд, замкнутая в бесконечном пространстве, которая не имела ни измерения, ни предела невидимых границ. Эффект был ошеломляющий. Взгляд примарха привлекла главная планета, расположенная среди четырех других в системе звезд и безжизненных лун. Мир был черным, и Ферусу сразу напомнило черные пески под ногами, которые сопровождал его большую часть путешествия. Затем, словно гигантская небесная спичка или след метеора, ударил по поверхности мира, воспламенив его. Огонь превратился в огромный пожар, накрывший все континенты и моря, окутав их подобно свету губительного солнца. Только когда преобразование завершилось, Ферус понял, что это было совсем не солнце, но пылающий красный глаз с черным зрачком. Карта изменилась, и он увидел, как вокруг пылающего мира выросло медленно движущееся кольцо из черного железа, которое удерживало пламя на месте, пока к нему не присоединилось второе кольцо из кобальта. Хотя глаз яростно пылал, он не смог выскользнуть из объединенных металлических колец, направленных обуздать его. Солнце потускнело и, наконец, потухло, оставив мир черным и безмолвным. Ферус потянулся, чтобы коснуться сферы, но серебряная рука прошла сквозь нее, разоблачив иллюзию, которая исчезла как дым в мгновение ока. Что это? Выпалил он. Новые знаки, новые игры. Это не игра, произнес низкий, немного мелодичный голос. Ферус повернулся лицом к своему поработителю, сжимая в руке сокрушитель на ковалин. Это будущее. Твое будущее, сказал Эльдар. Если захочешь, оно им станет. Чужой был одет в разноцветную мантию. Тайные знаки были вшиты в переливающуюся ткань, висели на тончайших цепочках и блестящих бриллиантовых нитях. Эльдар не носил шлема и маски. Демонстрируя узкое лицо с высокими скулами и острый как нож подбородок. Странные татуировки покрывали его кожу и череп, с которого не спадали длинные золотистые волосы. В миндалевидных глазах, которые рассматривали примарха, сверкала бездонная мудрость и непредсказуемый интеллект, а также страх. «Ты на распутии, Феррус Манус. Твой нынешний путь ведет к смерти, а вот другой к выживанию и великим изменениям в галактике», — сказал Альдар. «Ты не понимаешь, насколько ты важен». Он развел руки в жесте мира и товарищества. «Все, что видел Феррус, это ксеноса-обманщика. И ты ждешь, что я поверю тебе, тварь!» Он говорил прямо и невозмутимо. Не осталось ни следа от прежнего, ни сдержанного гнева. «Я предлагаю тебе надежду. Я предлагаю ее галактике», — попросил Альдар. «Ты можешь изменить все». На лице Ферруса появилась улыбка, но она была пустой. Плечи Альдара поникли, когда он увидел это. «Я знаю, что умру», — сказал примар. «Так же, как знаю, свое место и долг. Не имеет значения, произойдет ли это на каком-то темном мире, который я никогда не видел, или на скалах самой Медузы. Я король-воин, чужак. Но также кое-что еще. Человек. И в отличие от вас, Альдаров, люди не покоряются судьбе. Его глаза вспыхнули огнем. Мы творим ее. «Ты заблуждаешься». «Нет, это ты совершил ужасную ошибку, заманив меня в эту ловушку», — сказал Феррус, взмахнувся крушителем на ковален. Засохшая кровь змея слетела с обуха, вызвав ощущение грядущих событий. Еще большей ошибкой было показаться мне. «Пожалуйста, я предлагаю жизнь», — сказал чужой. «Ты предлагаешь клетку предсказанной судьбы», — прорычал Феррус. «Это твой последний отчаянный гамбит», — сказал он и атаковал. «Послушай меня», — закричал Эльдар, отступив и сотворив психический щит для своей защиты. «Так не должно было случиться. Не поддавайся ярости. Я и есть ярость», — заревел примар. «Я король-воин, рожденный из крови битвы. Ни один сотворенный разумом щит не смог бы устоять перед разрушительной яростью сокрушителя на ковален, когда заиморудовал его хозяин. Защита была разбита, и психические осколки вонзились в Альдара так же болезненно, как и клинки. Он отпрянул и метнул зазубренную молнию, которую Феррус отразил наплечником. Озоновый запах наполнил его ноздри, но это его не остановило. Рев горгона сотряс ткань созданного вокруг него мира. Психическое эхо гнева раскалывало ее по швам. «Теперь освободи меня!» Потеющий, истекающий кровью и охваченный страхом Эльдар сбежал через трещину фальшивой реальности. Феррус бросился вперед, пытаясь проскользнуть через тот же проем, что и эльдарский колдун, но ореол идеального света отбросил его. «Освободи меня!» Слова растянулись в бесконечность, когда его окутал свет, заглушая чувства, пока они не исчезли, пока тьма не поглотила их, вызвав у Ферруса ощущение вечного падения. Последняя ведьма из Шабаша соскользнула с его меча, оставив полосу чужатской крови на клинке. Несмотря на ее смерть и медленное затухание шторма, Бион Хенрикос знал, что он покойник. Из шести тысяч ветеранов, которых он повел в темноту, осталось едва восемь сотен. Они окружили Железноруково. Раненый полковник Салазариан стойко бился рядом с ним, несмотря на кровь в легких. Армейский командир прищурился одним глазом, второй был выбит эльдарским ножом и понял, что они побеждены. Впервые за час Салазариан перестал выкрикивать приказы своим людям. Хенрикос понял его внезапный фатализм. «Вы вернули нам достоинство и честь», — сказал полковник. «И я благодарен вам за это, милорд». Поранзительный вой, стремительное перемещение воздуха и брызги горячей жидкости на его лице сказали Хенрикосу, что старик мертв раньше, чем он увидел зияющее отверстие в груди ветерана. Салазариан повалился с застывшими глазами на руки Железнорукому, который бережно опустил его на землю. Шторм убивал, но его мрак рассеивался медленно. Братья не доберутся до него вовремя. Люди гибли в большом количестве, так как эльдары дрались до последнего. Они тоже умирали, но не собирались делать это одни. Ксеносы хотели голову космодесантника. Они хотели Беона Хенрикоса. — За горгона! — закричал он, оставив свой медузонский клинок в земле, чтобы извлечь болт-пистолет. Снаряды разлетелись веером, оставляя в воздухе огненный след дульной вспышки. Они поразили чужих, и те умерли в агонии. Выстрел в голову сразил командира, чья сабля выглядела такой же стремительной, как и ее хозяин. — За гор! Что-то поразило Хенрикоса в шею. Возможно, сюрикен из эльдарского энергетического арбалета. Он захрипел, чувствуя, как она горит. Пол секунды спустя его бедро пробил лазерный луч. Он зашатался, с его изуродованной руки упал боевой щит. Сержант попытался зажать рану на горле обрубком кисти, но бесполезно. Следующий луч пронзил его тело где-то между грудью и плечом. Упав на одно колено, Хенрикос выпустил неприцельную очередь. На его ретинальном дисплее ярко и настойчиво горели предупредительные символы. Он сорвал шлем, чтобы избавиться от них. Закрыв глаза, Хенрикос приготовился к концу. Его плеча коснулась рука, и он снова открыл их. «Для тебя война еще не закончилась, железнорукий», сказал голос из-за льда и пламени. Гигант перед Бионом Хенрикосом был облачен в угольно-черный доспех. Его мощные руки мерцали блестящим серебром, которое струилось подобно ртути. Каменные глаза сурово рассматривали его, а молот в руке мог расколоть горы. Ферус Манус вернулся, и Эльдары бежали. «Шторм закончился, брат», — сказал Примарх и протянул руку. «А теперь встань со мной, чтобы увидеть его конец». Хенрикос услышал, как приближается остальной легион сквозь пламя и дым битвы. Сантар и Марлоки оказались первыми рядом с Примархом. Им трудно было сдержать радость при виде отца, их болтеры и клинки ликовали. Узел пал быстро, хотя многое из того, что произошло, размылось для Хенрикоса. Он отнесся Лазаряна к своим позициям. Вместе с ним вернулись еще три сотни ветеранов. Позже их почтят за роль в битве и признают приемными сыновьями Медузы. Они станут первыми воинами цепной вуали, ее капитанами и живым доказательством того факта, что с этого дня не всякая плоть слаба. Сантар нашел Гаргона на краю поля битвы, стоящего над Бионом Хенрикосом. Вернув тело полковника Салазариана, сержант потерял сознание от своих ран. Он выживет, сказал Гаргон, но ему понадобится больше аугметики. Это его право. Железные отцы присмотрят за ним, ответил Сантар. Я собирался наказать его за критику железной веры. Ты по-прежнему должен сделать это. Сантар задумался над этим, но его отвлекли другие мысли. Что случилось? Это не имеет значения, тихо сказал Феррус. Его настроение неожиданно ожесточилось, и он встретился с вопрошающим взглядом первого капитана. И ничего не изменит. Примарх подозвал одного из легионеров, и тот установил на земле гололитический проектор. Железные руки получили сообщение, что саламандры обнаружили второй основной узел в джунглях. После победы в пустыне Феррус решил встретиться с братом. Мы уходим? Спросил Сантар, когда гололит ожил зернистым конусом серого света. Да, собери марлоков и скажи им, что мы направляемся в джунгли. Тонкая улыбка выдала радость Примарха. Мой брат нуждается в нас. Когда Феррус начал переговоры с вулканом, Сантар выполнил приказ, но несмотря на возвращение повелителя, он не мог избавиться от чувства, что не все в порядке. Все, что случилось за время отсутствия горгона, оставило неизгладимый след, который отразится в будущем. Возможно, в будущем каждого из них. Окостеневшие дороги, которые вели из их защищенного святилища, были небезопасны, но другого выбора не было. Частичка злобного сознания, которая проникла в псевдомир Лацариала, была мертва, убитая горгоном. Пройдут тысячелетия, прежде чем оно сможет вернуться. Лацариал пошатывался, и Прорицатель помогал ему идти. Невежественное существо, которое он пытался спасти, ранило его, отчаяние и мука вытекали из него психическим потоком, который привлечет других хищников. Им необходимо было найти безопасное место. Я потерпел неудачу, простонал он, полностью опустошенный. Я позволил начаться войне, которая обескровит нашу и так малочисленную расу. Внимание Прорицателя сосредоточилось на паутине вокруг них. Его чувства реагировали на любую трещину, любой, на вид незначительный разлом. Многие субмиры уже были поглощены. И еще больше ждет то же самое, когда начнется война, которую Лацариал так старался предотвратить. Это было неизбежно, и поэтому настроение Прорицателя было оптимистичным. Ты не мог предотвратить эту войну, сказал он, открывая новый канал в костяной дороге, с которым редко ходили, и поэтому он был безопасен. Исцеляющее место близко. Лацариал не ответил. Прорицатель был безутешен. Люди, близоруки, сказал Прорицатель. Даже те, кто считает себя великими, как горгон. Его железные ноги прикованы к его судьбе и смерти. Но он приговаривает не одного себя, но галактику. Ту, которой предназначено гореть в огне. Холодный свет омыл их, когда они наконец нашли исцеляющее место. Прорицатель посадил Лацариала на плиту из кости и предложил ему отдохнуть. Когда другой провидец уснул, Прорицатель вернулся к своему видению будущего. Трижды он видел, как раскрывается одна и та же вероятность. Это само по себе было поразительно. Есть надежда, пробормотал он. В империи боевого царя он объявит наследника. Даже если горгон погибнет и не примет во внимание наше предупреждение, есть другой. Кто выслушает? Тот, кто сбился с пути. 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 Их positivère. Тот, кто сбился с пути Тот. Былчишо. Продолжение следует...